Глава 4. Как добиться повышения? Городок Мамфе не может похвастать здоровым климатом. Он расположен на высоком мысу над излученной широкой бурой реки. Среди густого влажного леса большую часть года воздух здесь знойный и душный, как в турецкой бане. И только дождливый сезон вносит какое-то разнообразие, усиливая и зной, и духотун. В те времена население городка составляли пять белых мужчин, одна белая женщина и около десяти тысяч горластых африканцев. В состоянии легкого помешательства я решил, что Мамфе идеальное место для моей звероловной базы и разбил на берегу кишащего бегемотами борого потока шатер, набитый всевозможными дикими животными. Естественно, по ходу работы я близко познакомился с белыми жителями и изрядным числом африканцев. Африканцы работали у меня охотниками, проводниками и носильщиками, «Потому что, вступая в лес, вы переносились назад во времена Стэнли и Ливингстона, и все ваше имущество перемещалось на головах дюжих чернокожих мужчин». Лов зверей — дело трудоемкое, не оставляющее много времени для благодеяний. Тем удивительнее, что именно здесь мне представился случай помочь учреждению, именуемому от упору Министерством по делам колоний. В то утро я был занят кормлением бельчат, которые явно ничего не соображали и, похоже, вовсе не желали жить. Тогда еще не были изобретены бутылочки с маленькой соской, рассчитанной на ротики бельчат, а потому нам длежало обмотать спичку ваткой, обмакнуть ее в жидкость и сунуть в рот сосунку. Процедура долгая и требующая изрядной выдержки, так как надо было следить, чтобы ватка не слишком намокала, иначе бельчонок мог подавиться молоком, и засовывать ее сбоку, чтобы не застряла на зубах и не была тотчас проглочена, следствием чего была бы смерть от несварения желудка. Часы показывали десять, и уже царила такая жара, что приходилось поминутно вытирать с полотенцем влажные руки, чтобы малютки не простудились. Настроение было соответственное, а тут еще, пока я маялся с упирающимися подопечными, внезапно у самого моего локтя материализовался мой бой Паэйис, чье бесшумное появление всегда действовало мне на нервы. — Будьте добры, сэр, — сказал он. — Ну что тебе? — рякнул я, манипулируя ваткой с молоком. — Ну а прийти, сэр, — доложил он. — Начальник окружной администрации? — удивился я. — Какого черта ему надо? — Не говорить, сэр, — бесстрастно ответил Паэйис. — Я пойти открыть пиво? — Что ж, открывай, — сказал я. И поскольку Нуа Мартин Баглер в эту минуту показался на гребне холма над моим лагерем, я посадил бельчат обратно в их коробку, выстланную банановыми листьями, и вышел из шатра, чтобы встретить его. Мартин был долговязый молодой мужчина с круглыми черными глазами, косматой черной шевелюрой, курносым носом и широкой обаятельной улыбкой. Привычка лихо жестикулировать длинными руками при разговоре была источником вечных неприятностей для него и для окружающих. Однако это не мешало ему быть весьма достойным начальником администрации, потому что он горячо любил свою работу, и, что еще важнее, не менее горячо любил африканцев, и те отвечали на это добром. Теперь-то стало модным поносить колониализм начальников администрации и их помощников изображать воплощением зла и порока. Конечно, встречались среди них и дурные представители рода человеческого, однако преобладали замечательные люди, выполнявшие чрезвычайно трудную работу в тяжелейших условиях. Представьте себе, что вас в возрасте 28 лет назначают управлять округом величиной Суэрис, населенным полчищами африканцев, предам вам только одного помощника. Вы обязаны заботиться о своих подопечных, быть для них отцом и матерью и стоять на страже закона. Причем во многих случаях, поскольку закон английский, он такой мудреный, что суть его недоступна уму простодушных аборигенов. Во время моих вылазок в леса я не раз проходил мимо крытого железом просторного здания из кирпича-сырца, где Мартин, обливаясь потом, пытался рассудить очередной спор. Причем дело осложнялось еще тем, что в деревнях, разделенных всего несколькими километрами, подчас говорили на разных наречиях. А потому, если возникал конфликт между двумя деревнями, требовалось по переводчику от каждой из них плюс еще третий толмач, знающий оба наречия, чтобы переводить слова Мартина. Как и во всех судах на свете, было совершенно очевидно, что стороны беззастенчиво лгут, и меня восхищали терпение и невозмутимость Мартина. Предметы разбирательства могли быть самые разные, от подозрения в людоедстве до умыкания невест и споров из-за каждого дюйма земли под ямсом и кокосовыми пальмами. За все мои поездки в Западную Африку мне только раз встретился антипатичный администратор. Преобладали, как я уже сказал, чудесные молодые люди, и было бы неплохо, если бы когда-нибудь нашелся охотник написать о них добрую книгу. Появление Мартина на холме над моим лагерем изрядно удивило меня, потому что в это время дня ему следовало корпеть в канцелярии над бумагами. Вниз по склону он спустился чуть ли не бегом, размахивая руками точно ветряная мельница и крича что-то неразборчивое. Я терпеливо ждал, пока он не нырнул в шатер. — Понимаешь, — вымолвил Мартин, вскинув руки в трагическом жесте, — мне нужна твоя помощь. Я пододвинул складной стул и мягко усадил его. — Перестань вести себя, словно чокнутый богомол, — сказал я. — Посиди минутку молча и расслабься. Он достал из кармана влажный платок и вытер лоб. — Пайес! — крикнул я. — Сэр! — отозвался мой бой из кухни. — Принеси, пожалуйста, пиво мне и администратору. Есть, сэр! Пиво было паршивое и отнюдь не холодное, потому что в нашем довольно примитивном базовом лагере единственным способом охлаждать его было держать бутылки в ведрах с вечно теплой водой. Однако в таком климате, где человек непрерывно обливается потом, даже если сидит без движения, потребность в жидкости велика, и днем ничто не могло сравниться с пивом. Пайес чинно наполнил наши стаканы, и Мартин, схватив свой стакан дрожащей рукой, поспешно сделал несколько глотков. «А теперь», — сказал я успокаивающим тоном опытного психиатра, «повтори, пожалуйста, медленно и внятно, что ты кричал, сбегая вниз по склону. Кстати, тебе не следует так носиться в это время дня. Во-первых, это вредно для здоровья, во-вторых, это может повредить твоему имиджу. Я было подумал, что у Мамфи разразился бунт, и за тобой гонится толпа африканцев, вооруженных копьями и мушкетами». Мартин снова вытер платком лицо и сделал еще глоток. «Хуже», — произнес он, «несравненно хуже». «Хорошо, и рассказывай тихо, спокойно, в чем дело». «Губернатор», — ответил он. «Что, губернатор, он уволил тебя?» «В том-то и дело», — сказал Мартин, «что может уволить. Поэтому я и нуждаюсь в помощи». «Не вижу, как я могу тебе помочь. Я не знаком с губернатором, и, насколько мне известно, не знаю никого из его родных, так что не могу нигде замолвить за тебя словечко. Но что ты такого ужасного натворил?» «Лучше я расскажу тебе все сначала». Отозвался Мартин, еще раз вытер лицо, подкрепился глотком пива и скрытно осмотрелся, проверяя, не подслушивают ли нас. «Так вот, может быть, ты не обратил внимания?» «Но я неплохо справляюсь со своей работой. Однако, когда надо принимать гостей или еще что-нибудь в этом роде, непременно все испорчу. Когда я только что получил повышение и был назначен начальником окружной администрации в Умфале, тот же туда является с инспекцией этот чертов губернатор. Все шло прекрасно, в округе царил безупречный порядок, и шеф как будто был мной доволен. Он приехал всего на сутки, и под вечер я уже подумал, что все в порядке. Но на беду уборная в моем доме вышла из строя, и я не успел вовремя привести ее в порядок, а потому велел соорудить уютный шалашик вдали от веранды за кустами гибискуса. А в шалаше, сам понимаешь, глубокая яма и перекладина для ног. Я объяснил губернатору, что и как, и вроде бы он все понял. Но мне было невдомек, что моя африканская обслуга посчитала, что шалаш предназначен для них, и прилежно пользовалась им до прибытия моего шефа. И вот перед самым обедом он направляется туда. То, что он там увидел, вовсе не обрадовало его, ведь он полагал, что уборную соорудили специально для него. Когда же губернатор все-таки примастился на перекладине, она сломалась. Я слегка опешил. Господи, ты что же, не проверил эту перекладину? — В том-то и дело, — ответил Мартин, — есть вещи, в которых я ничего не смыслю. Но ты мог убить его, хуже того, утопить, — сказал я. Знаю, на что похоже наше уборное здесь, и не хотел бы упасть в эту яму. Могу заверить тебя, что шефу происшедшее тоже не понравилось, — уныло отозвался Мартин. Он, конечно, позвал на помощь, и мы вытащили его. Но выглядел он точно, точно, Э-э-э, ходячая навозная куча. Не один час ушел на то, чтобы отмыть его самого, Постирать и привести в порядок его одежду к утру, Когда он должен был уезжать. И скажу тебе, дружище, Обедали мы в тот вечер очень поздно, И ел он очень мало, И держался очень-очень холодно. — Он что, лишен чувства юмора? — осведомился я. — Начисто лишен, — яростно произнес Мартин. — Но не мне его упрекать за это. Не представляю себе человека, Который стал бы веселиться, шлепнувшись в кучу навоза. — Я тебя понял. Налей себе еще пиво. — Беда в том, — продолжал Мартин, Что я не однажды вот так оплошал. Были другие промашки, О которых предпочитаю не рассказывать тебе, Потому что мне пришлось так долго ждать, Чтобы меня из помощников Перевели в начальники окружной администрации. После того ужасного происшествия суборной Я попал в Умчичи, И ты сам понимаешь, что это означало. — Да уж, — сказал я. — Мне не доводилось там бывать, Но я наслышан. Умчичи — этакий окаянный остров. Туда посылали всех попавших в немилость Начальников окружной администрации И их помощников. Там обитали прокаженные африканцы, А еще там было больше комаров, Чем в любой другой точке побережья Западной Африки. — Как не увлекательны эти твои откровения, — заметил я, — не вижу, куда ты клонишь. — Так ведь я именно об этом толковал тебе, Когда спускался с холма, — Объяснил Мартин. Губернатор едет сюда с инспекцией, Будет здесь через три дня, Так что мне необходима твоя помощь. — Мартин, — сказал я, — При всей моей любви к тебе Я не специалист по приему И обслуживанию гостей. — Конечно, дружище, Конечно, — отозвался Мартин. — Ты только подсоби мне кое в чем. Отказать ему в этой просьбе Было невозможно. Все белые жители Мамфи И девяносто девять процентов африканцев Нежно любили Мартина. — Мне нужно поразмыслить, — сказал я. Мы посидели молча. Мартин ерзал на стуле, Обливаясь потом. Наконец я крикнул. — Паис, принеси, пожалуйста, Еще пиво начальнику администрации. Когда пиво было подано, Я наклонился и пристально посмотрел на Мартина. — Вот в чем твое единственное спасение, — произнес я. — Среди нас есть женщина. — Женщина? Озадаченно молвил Мартин. — Какая женщина? — Мэри, жена твоего помощника, Если ты помнишь такую. — Женщины отлично справляются с такими делами. — Есть у нас еще Макгрейт. Он отвечал за ремонт мостов, Строительство дорог и тому подобное. Есть Гертон, Представитель объединенной африканской компании, Который занимался продажей хлопчатобумажных тканей Белым жителям Мамфе, Консервов и пиво африканцам. — Уж как-нибудь совместными усилиями Мы справимся с задачей. — Дружище! — торжественно произнес Мартин. — Я твой вечный должник. Блестящее предложение. — Итак, для начала, — продолжал я, — Следует посмотреть твой дом. — Но ты столько раз бывал у меня, — удивился Мартин. — Несколько раз приходил перекусить, И тысячу раз приходил выпить стаканчик. — Верно. — Но я видел только твою гостиную и веранду. — Ну да, конечно. — Что ж, пошли, сейчас и посмотришь. — Я захвачу Пайгиса, — сказал я, — Потому что отдал жу тебе его на вечер. Он куда лучше твоего недотёпы И сумеет стол обслужить на высшем уровне. А то ведь твой бой способен облить супом колени губернатора. — Ты что? — страдальчески, — воскликнул Мартин. — Не смей даже говорить такие вещи. Итак, мы захватили Пайгиса И поднялись в дом окружного начальника, Стоящий на макушке утёса, С видом на реку. Дом был внушительный, С толстыми стенами И просторными помещениями, Потому что его построили ещё тогда, Когда Камерон был немецкой колонией, А немцы знали, Как надо строить в жарком климате. Выбрали место, Где дом хоть немного обдувало ветром, А благодаря толстым стенам Внутри было прохладно, Насколько это вообще возможно В таком месте. Поднимаясь по склону, Я объяснил Пайгису суть дела. — Учти, — добавил я, — Это очень важно. Все мы должны постараться Хорошенько помочь окружному начальнику. — Да, сэр, — расплылся в улыбке Пайгис. — Он всегда считал, Что я чересчур много времени Уделяю уходу за животными, И совсем не оставляю ему Времени проявить свой талант буфетчика. Дойдя до обители Мартина, Я внимательно осмотрел гостиную и веранду. Оба помещения были просторные И совсем не дурно обставленные С учетом потребностей Холостого начальника Окружной администрации. — Мне кажется, для начала Тебе следует снять со стены Этот календарь, — Предложил я Мартину. — Почему? — спросил он. — По-моему, картинки классные. — Мартин, — сказал я. — Если губернатор увидит, Что у тебя вся гостиная Увешана голыми красотками, Он может не весть, Что подумать о тебе. Так что лучше убери. Паис, внимательно слушавший Наш диалог, Снял со стены календарь С девицей в чувственной позе И с такими ярко выраженными Признаками млекопитающего, Что даже я был Несколько смущен. — Так, — произнес я, — Теперь спальня. Спальня тоже была большая, С широченной двуспальной кроватью Под сеткой от комаров. — Паис, — распорядился я, — Ну-ка, проверь, Кровать не сломается? Тихонько хихика, Паис опустился на четвереньки И пополз вокруг кровати, Проверяя каждый винт И каждую гайку. А теперь обратился я к Мартину. Попрыгаем на ней вдвоем. Мы попрыгали и убедились, Что с пружинами все в порядке. — Так, отлично, — заключил я. Похоже, здесь ему ничто не грозит. — А где ты собираешься его кормить? — Кормить? — озадаченно справился Мартин. — Ты ведь собираешься кормить губернатора, Пока он будет находиться здесь? — Ну, на веранде, — ответил Мартин. — Что, других помещений нет? — Еще есть столовая. — Если у тебя есть столовая, Пользуйся ею ради Бога. Ты ведь намерен принять его, Возможно, лучше? — Где находится эта твоя столовая? — Вернувшись со мной в гостиную, Мартин распахнул массивные деревянные двери, И моему взору предстало великолепное помещение С длинным столом по меньшей мере на десяток мест. Столешница была тщательно отполирована. Но поскольку Мартин никогда не пользовался этой комнатой, Покрыта толстым слоем пыли, Как и довольно красивые, Хотя и тяжеловатые деревянные стулья. С потолка над столом, Во всю его почти пятиметровую длину, Свисала конструкция, Которую в Индии называют пунка, И которая, по сути, представляет собой огромное опахало. К бамбуковой жерди толщиной 10-12 сантиметров Были прикреплены пальмовые листья полутораметровой длины. К середине жерди привязана веревочка, Которая через ролики под потолком и дырку в стене Тянулась на кухню. Смысл этого устройства заключался в том, Что какой-нибудь нанятый вами мальчуган Дергал веревочку И заставлял опахало покачиваться над столом, Обдавая вас жарким дуновением в разгар трапезы. «Великолепная штука», — сказал я Мартину, — «губернатор будет поражен». «Я никогда не пользуюсь этим чертовым устройством», — сообщил Мартин. «Понимаешь, здесь мне было бы очень уж одиноко». «Тебе нужно жениться, дружище», — произнес я покровительственно. «Да, я пытаюсь», — отозвал сон. «Всякий раз, когда приезжаю в Англию в отпуск. Но стоит моим невестам услышать, где я работаю, Как они сразу расторгают помолвку. «Ничего», — утешил я его, — «ты только не сдавайся. Глядишь, и найдется простушка, Которую ты успеешь охмурить, А затем уже привезешь сюда». По нашей просьбе Паис тщательно проверил Огромный стол и все стулья. Мы посидели вдвоем на каждом стуле И исполнили что-то вроде танго на столе. Он стоял нерушимо, как скала. «Теперь послушай», — сказал я Мартину, «я хочу, чтобы Паис возглавил твою обслугу, Потому что уж очень они у тебя недотепистые. Паис — парень расторопный и умелый». «Как скажешь, дружище», — отозвался Мартин, «как прикажешь, ты только скажи». «Паис», — обратился я к моему слуге, «в нашем распоряжении три дня. Все это время ты будешь наполовину моим буфетчиком, Наполовину буфетчиком окружного администратора. Слышишь?» «Слышу, сэр», — ответил он. Мы вышли на веранду и сели там. «А пока», — сказал я Паису, «пойди скажи здешнему буфетчику, Чтобы принес нам что-нибудь выпить. Кстати, Мартин, как звать твоего буфетчика?» «Амос». «Отлично», — продолжал я. «Давай, Паис, скажи Амосу, Чтобы принес нам что-нибудь выпить. Потом приведи сюда его, повара, и младшего боя, Чтобы мы поглядели на них и потолковали с ними». «Да, сэр», — и Паис чуть ли не гусиным шагом Направился на кухню. «Думаю, все, что касается питания, Можно спокойно предоставить усмотрению мэри», — сказал я. «Возможно, и другие могут что-нибудь посоветовать, Так что, по-моему, не мешает созвать сегодня вечером военный совет. Если ты разошлешь им приглашение, Они соберутся здесь, чтобы выпить по стаканчику И обсудить твою проблему». «Ну ты прямо мой спаситель», — заключил Мартин. «Вздор», — отозвался я. «Я только помогаю тебе сориентироваться. Ты явно не приучен вращаться в обществе». «Вошел Паис, неся на подносе пиво. За ним следовали Амос в коричневых шортах и куртке. Затем младший бой, на вид достаточно смышленый, Но совсем ничему не обученный, Каким он явно был обречен оставаться, Если его наставником был Амос. И замыкал шествие совершенно удивительный экземпляр. Высоченный худой африканец из племени Хаоса, Которому на вид можно было дать все 110 лет, Одетый в белый пиджак и шорты. На голове здоровенный поварской колпак С неровно вышитыми впереди буквами ВС. «Так вот», – сурово произнес я, «Через три дня начальник администрации Будет принимать здесь губернатора. Начальник хочет, чтобы мой буфетчик Присмотрел за вами и проследил, Чтобы все было в порядке. Если не будет порядка, Губернатор сильно рассердится на администратора, И мы с администратором сильно рассердимся на вас И дадим вам пинка пониже спины». Несмотря на мой строгий тон, Они дружно заулыбались. Все четверо понимали, Какая важная персона пребывает, Понимали и серьезность моей угрозы, Но они оценили использованный мною Шутливый оборот. «Ну вот», – продолжал я, Показывая на буфетчика. «Тебя зовут Амус?» «Да, сэр», – ответил он, Вытянувшись в струнку. «А тебя как звать?» – Обратился я к младшему бою. «Иоанн, сэр». Имя повара, Извиняющимся тоном, Вмешался Мартин. «Иисус». «Дружище», – отозвался я, «тебе повезло. С Пайесом и Иисусом Мы не можем оплошать. Кстати, Что это за диковинная вышивка У него на колпаке?» Мартин заметно смутился. «Понимаешь, – начал он, – Ему как-то удалось Случайно приготовить Очень хорошее блюдо. А у меня в одном журнале Была фотография шеф-повара Одного лондонского отеля. И чтобы поощрить его, Я пообещал привезти Из следующего отпуска колпак, Какие носят только Самые искусные повара. «Очень благородная идея», – Сказал я. «Но что все-таки означают Эти вышитые буквы ВС?» Смещение Мартина Еще больше возросло. Он попросил жену Вышить их И очень гордиться ими. «Но что они означают?» – Настаивал я. Мартин совершенно смешался. «Би-си» – сокращение английских слов Повар Баглера. А он понимает, Что эти буквы на колпаке Означают «Еще до Рождества Христова». И вместе с его именем Иисус Могут вызвать смятение В умах непосвященных людей. «Не понимает, И я не стал его просвещать, Чтобы не волновать понапрасну», – Ответил Мартин. «Он и без того Немного не в себе». «А сейчас, Паис», – сказал я, «Сходи за полиролем. Слышишь?» «Да, сэр», – откликнулся он. «И проследи за тем, Чтобы в столовой Был наведен порядок, И чтобы стулья и стол Были как следует отполированы. Слышишь?» «Слышу, сэр», – сказал он. «Я хочу, чтобы стол блестел, Как зеркало, И если ты не позаботишься об этом, Получишь пинка ниже спины». «Да, сэр». «А накануне приезда губернатора Все полы должны быть чисто вымыты, И вся остальная мебель отполирована». «Слышишь?» «Да, сэр», – сказал Паис. По гордому выражению его лица Было видно, как он предвкушает Своё участие в столь важном событии И возможность командовать Своими соотечественниками. Мартин наклонился И прошептал мне на ухо. «Этот младший бой Из племени Ибо. Надо сказать, Что люди этого племени Славятся своей смекалкой». Приходя в Камерун из Нигерии, Они околпачивали камерунцев, После чего уходили обратно Через границу. А потому камерунцы Относились к ним С великим недоверием И отвращением. «Паис», – сказал я, «Этот младший бой Из племени Ибо». «Я знаю, сэр», – Ответил Паис. «Так что последи, Чтобы он работал как следует, Но чересчур не нажимай на него, Потому что он Ибо». «Слышишь?» «Да, сэр». «Отлично», – сказал я, И распорядился совсем по-хозяйски. «Теперь принеси ещё пиво». Вся компания прошагала на кухню. «Слушай», – восхищённо произнёс Мартин. «У тебя здорово получается, верно?» «В жизни не занимался такими делами», – Отозвался я. «Однако тут не требуется Большое творческое воображение». «Боюсь, его-то мне и не хватает», – заключил он. «Не могу с тобой согласиться», – возразил я. «Человека, которому достало выдумки Привезти своему повару колпак мастеров кулинарного искусства, Никак не назовёшь тупицей». Мы добавили пиво, и я попытался представить себе, Каких ещё катастроф следует опасаться. «Сортир действует», – подозрительно осведомился я. «Полный порядок», – ответил Мартин. «Так проследи ради Бога, чтобы твой младший бой Не вздумал им воспользоваться», – сказал я. «Во избежание повторения того случая, про который ты мне рассказал. А теперь разошли приглашения, как мы договорились. И около шести я приду, и мы проведём военный совет». «Отлично», – отозвался Мартин, и ласково похлопал меня по плечу. «Не знаю, что бы я стал делать без тебя. Даже Стэндиш не сумел бы всё так замечательно организовать». Он бодразумевал своего помощника, который в это время парился в горах к северу от Мамфе, Разбираясь в проблемах отдалённых деревень. Я поспешил вернуться в шатёр к своему горластому семейству. Визит к Мартину выбил меня из собственного графика, И теперь детёныши шимпанзе кричали, требуя еды. Дикобразы грызли прутья своей клетки, И Галаго негодующе смотрели на меня огромными глазами, Устав дожидаться мисок с мелко нарезанными фруктами. В шесть часов я прибыл в резиденцию начальника окружной администрации. Там была уже Мэри Стэндиш, Молодая миловидная женщина, склонная к полноте И наделённая весьма спокойным нравом. Из каких-то закоулков большого Лондона Стэндиш перенёс её прямо в Мамфе. Она жила здесь всего полгода, Но это было такое милое и кроткое создание, И она воспринимала всё и всех С таким спокойствием и добродушием, Что казалось, впереди к ней с дикой головной болью, И её маленькая пухлая ручка, Коснувшись вашего лба, Произведёт такое же действие, Как носовой платок, смоченный одеколоном. — Джерри! — приветствовал меня тонкий голосок. — Это так интересно! Ты согласен? — Для тебя возможно, — ответил я, Но для Мартина мука мученическая. — Но ведь сам губернатор! Может быть, это обернётся повышением для Мартина, А там и для Алика. — Если всё организовать как следует, — сказал я, — Мы собираем военный совет Именно для того, чтобы предупредить Какие-нибудь происшествия. Сама знаешь, с Мартином Вечно что-нибудь случается. Решив, что я приготовилась рассказывать Ту жуткую историю с уборной, Мартин замахал руками, Чтобы остановить меня, И, конечно же, Сшиб со стола свой стакан с пивом. — Виноват, сэр! — сказал Амос. У камерунцев восхитительная привычка Говорить «виноват, сэр», Когда с вами случается неприятность, Как будто это их вина. «Например, вы, идя во главе колонны носильщиков, Споткнулись в лесу о корень И ушибли колено. И тут же одно за другим звучат «Виноват, сэр!» «Виноват, сэр!» «Виноват, сэр!» Отдаваясь словно эхо До самого конца колонны. «Поняла, о чем я говорю?» Повернулся я к Мэри, Меж тем, как Амос Вытирал пол И подавал Мартину Другой стакан. «Поняла!» — откликнулась она. Ожидая, когда придут остальные, Мы задумчиво потягивали пиво И слушали, как в реке В ста метрах внизу Кряхтят, ревут И фыркают бегемотами. Наконец явился Макгрейт Ирландец могучего телосложения С пламенной шевелюрой И ярко-голубыми глазами Обладатель прелестного Ирландского акцента Мягкого, как бархат. Водрузив свою тушу на стул Он схватил стакан Мартина Сделал добрый глоток И сказал «Значит, ожидаешь королевского визита?» «Что-то вроде того», — Ответил Мартин «И верни мне, пожалуйста, мое пиво Я в нем остро нуждаюсь» «Он прибудет по суше?» Тревожно осведомился Макгрейт «Наверно, а что?» «А то, что наш старый мост Долго не протянет» «Боюсь, если он пойдет через мост Придется нам хоронить его здесь» Речь шла о переброшенном в начале века Через реку в железном висячем мосте «Я сам не раз ходил по нему и знал, что он весьма ненадежен» «Но только этим путем мог я попасть в лес, а потому всегда следил за тем, чтобы насильщики шли по одному» «Кстати, пророчество Макгрейта оправдалось» Через несколько месяцев спустилась с гор, неся на голове мешки с рисом группа африканцев, которые двинулись через мост все разом И он не выдержал такой нагрузки Так что люди полетели вниз в ущелье глубиной около трех десятков метров Но африканцы чем-то похожи на греков Они спокойно относятся к неожиданным инцидентам такого рода Ни один насильщик не пострадал И только потеря риса вызвала у них досаду «Но как же он попадет к нам с той стороны?» Мартин беспокойно посмотрел на нас «Его ведь сопровождают насильщики» Макгрейт наклонился и погладил его по голове «Я пошутил» «Все дороги и все мосты, по которым он должен пройти, чтобы попасть сюда, в полном порядке» «Хочешь, чтобы работа была выполнена качественно?» «Поручи ее ирландцу» «Ну вот», — заметил я «Теперь среди нас есть еще и католик, в дополнение к Паису и Иисусу» «А ты», — сказал Макгрейт, нежно улыбаясь мне и Ероша свою рыжую шевелюру «Чертов языческий зверолов! Вот ты кто!» «А ты, — парировал я, — проводишь больше времени в твоей чертовой исповедальне, чем за ремонтом здешних отвратительных дорог и мостов» «В эту минуту появился Робин Гертон, смуглый коротыш с орлиным носом и большими карими глазами, от мечтательного выражения которых вам казалось, что его мысли витают где-то очень далеко» «На самом деле это был, как и все сотрудники Объединенной Африканской компании, с коими я встречался, весьма проницательный деятель» «Он не открывал рта бескрайней нужды, обычно сидел с таким видом, словно погрузился в транс, чтобы вдруг тихим голосом жителя Северной Англии выдать краткое, умное, дельное замечание, подытоживая все, о чем полтора часа спорили другие» Это производило ошеломляющее впечатление Робин сел, приняв элегантную позу, согласился выпить стакан пива и обвел присутствующих взглядом «Правда это интересно?» — горячо произнесла Мэри Робин сделал глоток и важно кивнул «Насколько я понимаю, нас пригласили сюда, чтобы мы выполнили за Мартина его работу» «Ну знаешь», — возмутилась Мэри «Если ты явился сюда в таком настроении, лучше сразу уходи», — сказал Мартин «Мы все уйдем, когда кончится пиво», — возразил Мак Грейт «Как понимать твои слова насчет того, чтобы выполнить за меня мою работу?» — осведомился Мартин «А вот как», — ответил Робин «Я приношу гораздо больше пользы здешнему люду, продавая им бобы в банках и расписанные самолетами хлопчатобумажной тканей, чем ты, когда носишься кругом и вешаешь налево и направо людей за убийство своих бабушек, которые, надо думать, ничего кроме смерти не заслуживают» «С того дня, как меня прислали сюда, еще никого не повесил», — заявил Мартин «Удивительная новость», — откликнулся Робин «Ты так скверно управляешь этим округом, что, я думал, ни одна неделя не обходится без виселицы» Послушать их можно было подумать, что они ненавидят друг друга На самом же деле они были закадычные друзья Живя в таком маленьком европейском коллективе, следовало уметь ладить с людьми одного с тобой цвета кожи И не из-за каких-то расовых барьеров Просто в ту пору многочисленные весьма умные африканцы, живущие в Мамфе или посещающие этот городок С присущим им тактом избегали смешиваться с белыми, чтобы не создавать тягостных для обеих сторон ситуаций Чувствуя, что самое время призвать собравшихся к порядку, я вооружился бутылкой и постучал ею по столу Из кухни донеслись дружные возгласы «Да, сэр! Иду, сэр!» «Первый разумный поступок с той минуты, как я пришел», — заметил Робин Появился пайес, неся на подносе подкрепление И когда все стаканы были наполнены, я объявил «Прошу собравшихся соблюдать порядок» «Господи!» — мягко произнес Робин «Какие диктаторские замашки!» «Дело в том, — продолжал я, — что хотя мы все знаем Мартина как чудеснейшего парня Он никуда не годится, как начальник окружной администрации И, что еще хуже, совершенно лишен светского лоска Что верно, то верно!» — жалобно подтвердил Мартин «Абсолютно справедливое суждение!» — сказал Робин «А я считаю, что вы слишком жестоки по отношению к Мартину!» — возразила Мэри «По-моему, он очень хороший администратор» «Ладно», — поспешил я вмешаться «Не будем уточнять Цель настоящего военного совета Заключается в следующем Пока Мартин займется наведением порядка в округе Мы возьмем на себя заботу о приеме гостя Чтобы все прошло без сучка, без задоринки Для начала я осмотрел дом И назначил Паиса руководить обслугой Мартина «Это один из тех редких случаев, когда тебя на миг посещают гениальные мысли» — заметил Макгрейд «Что можно объяснить только наличием крохотной капли ирландской крови в твоих венах?» «Я давно завидую тебе, что ты обзавелся таким буфетчиком» — «И продолжай завидовать», — отозвался я «Тебе не удастся его заполучить» — «Я слишком дорожу им» — «Теперь о еде» — «Тут, я думаю, мы можем положиться на помощь Мэри» — «Мэри зарделась, как розовый бутон» — «Конечно, конечно», — сказала она Все будет сделано. Что у тебя намечено? Мартин, поинтересовался я. Насколько я понимаю, он задержится здесь всего на один день, так что нам следует предусмотреть только три трапезы, в котором часу он пребывает. — Думаю, что-нибудь около семи-восьми часов, — ответил Мартин. — Ясно, — заключил я. — Что ты можешь предложить, Мэри? — Ну, авокадо сейчас очень хороши, — ответила она. — Если фаршировать их креветками и приготовить соответствующую приправу, у меня как раз есть рецепт. — Мэри, дорогая, — перебил ее Робин, — у меня нет на складе консервированных креветок, и если ты полагаешь, что ближайшие два дня я стану бродить по колено в воде с сеткой для ловли креветок, подвергая себя опасности атак со стороны бегемотов, ты глубоко заблуждаешься. — Ладно, — вмешался я, — остановимся просто на авокадо. Что он предпочитает, чай или кофе? — Право не знаю, — сказал Мартин. — Понимаешь, мы в тот раз не успели поближе узнать друг друга, так что я ничего не могу сообщить о его вкусах. Хорошо, приготовим и то, и другое. — И еще, — взволнованно добавила Мэри, — что-нибудь простенькое, омлет, например. Мартин сосредоточенно записывал все в блокнот. Ну и хватит ему на первых порах, — сказал я. Очевидно, тебе надлежит провести его по городу, познакомить с обстановкой. — Да, — ответил Мартин. — С этим все будет в порядке. Мы все наклонились и пристально посмотрели на него. — Ты уверен? — спросил я. — Конечно, уверен. Честное слово, тут я все подготовил. Вот только этот чертов прием. — Ясно, — продолжал я. Вероятно, он пожелает также проверить некоторые окрестные селения. — Обязательно, — подтвердил Мартин. Он обожает всюду совать свой нос. В таком случае я предложил бы ленч на природе. Не станет же человек требовать от ленча на природе таких же явств, как в роскошном ресторане. — В этой глуши, — вступил Робин, — все наши трапезы подобны ленчам на природе. Так что вряд ли он сильно удивится. — Я позабочусь о ленче, — заверила Мэри. — У меня есть козий окорок, его можно есть холодным. А еще я могу предложить лоток. Наш бой, бедняга, забыл поливать его, так что почти весь урожай пропал. Но, думаю, двух уцелевших пучков нам хватит. Они малость вялые, но все-таки годятся для салата. Мартин и это старательно записал. — А что на десерт? — беспокойно осведомился он. — Что вы скажете о сур-сур, — предложил я. Так мы называли диковинный плод, похожий на шишковатую дыню с белой сочной мякотью. Если взбить эту мякоть, получалось освежающее блюдо с нежным лимонным привкусом. — Отлично, — заключила Мэри. — Прекрасная идея. — Ну так, с завтраком и ленчем все ясно, — продолжал я. — Дальше у нас идет обед. Чрезвычайно важное мероприятие. Я обнаружил, что у Мартина роскошная столовая. — У Мартина есть столовая? — удивился Макгрейд. — Ну да, и при том совершенно роскошная. — Но тогда почему? — осведомился Макгрейд. — В тех редких случаях, когда этот скряга приглашает нас отобедать, мы вынуждены есть на веранде точно какие-нибудь бродячие протестанты. — Сейчас не время выяснять, что и почему, — сказал я. — Лучше пойдем посмотрим. И мы торжественно проследовали в столовую. Я с удовольствием отметил, что Пайес, когда он только успел, уже отполировал стол и стулья до блеска. Столешница отражала ваше лицо так, словно вы смотрели на поверхность тихого пруда с коричневой водой. — О, восхитительно! — воскликнула Мэри. — Мартин, ты никогда не говорил нам, что у тебя есть такая комната. — Стол действительно великолепный, — заметил Макгрейд, ударяя по нему кулачищем с такой силой, что я испугался, как бы столешница не раскололась пополам. — Право, здесь можно устроить замечательный обед, — сказала Мэри. — Изумительная обстановка! Сюда бы еще канделябры! Только я собрался призвать ее не усложнять наши проблемы, как Робин вдруг объявил. — У меня есть четыре штуки. Мы удивленно возрились на него. — Конечно, — продолжал он, — они не серебряные и не очень шикарные, но это вполне приличная бронза. Я купил их в Кану. Их не мешает почистить, а так-то смотрятся недурно. — Чудесно! — просияла Мэри. — Обед при свечах. Он будет доволен. — Если почтенному иландскому католику дозволено вставить словечко в трескотню говорливых язычников, — сказал Макгрейт, — хотел бы я задать один вопрос. Мы выжидательно посмотрели на него. — Откуда мы возьмем свечи? — Боже, я совсем не подумала об этом, — сколыхнулась Мэри. — Нельзя же ставить канделябры без свечей. — Хотел бы я знать, почему эти люди всегда склонны недооценивать мой интеллект, — сказал Робин. Я купил канделябры потому, что они мне понравились, и я собирался пользоваться ими. Дом, который я сейчас занимаю, не располагает к подобного рода средневековому шику. Однако я предусмотрительно запасся значительным количеством свечей, и они постепенно тают в шкафу с тех пор, как меня перевели в мамфе. Если они еще не расплавились совершенно, не слились в один комок, может быть, нам удастся еще спасти две-три штуки. Словом, предоставьте мне заняться этой проблемой. Зная Робина, мы не сомневались, что свечи вовсе не обратились в сплошной безобразный ком с Теорино. Я был уверен, что он проверяет их не меньше четырех раз в день. «Ну так, Мэри», — сказал я, — «ты возьмешься украсить столовую цветами?» «Украсить цветами?» — опешил Мартин. «А как же», — откликнулся я, — «несколько букетиков бегонии или каких-нибудь других цветов, развешанных на стенах, придадут нарядный вид помещению». «Вот это как раз сейчас непросто», — сообщила Мэри. «С цветами дело обстоит плохо. Разве что гибискус». «Пресвятая Дева», — сказал Макгрейт, «этот чертов гибискус все время окружает нас. Ничего себе украшение! Это все равно, что превратить дом в чертовы джунгли». «Ладно», — вступил я, — «у меня есть охотник, мастер лазать на деревья, и на днях он принес мне не только животных, но и чудесную орхидею, которую сорвал на самой макушке. Я вызову его и пошлю в лес. Пусть поищет для нас орхидеи и еще что-нибудь. А ты, дорогая Мэри, украсишь ими помещение». «О, я обожаю это занятие», — ответила Мэри. «И если будут орхидеи, получится просто замечательно». Мартин продолжал лихорадочно черкать что-то в своем блокноте. «Ну», — обратился я к нему, — «что у нас уже сделано?» «Значит так», — сообщил он. «Мы проверили кровати и прочую мебель, решили вопрос с обслугой и с завтраком. Мэри организует ленч на природе и займется цветами. Вот пока и все». «Напитки», — сказал я. «Не вижу причин для беспокойства», — заявил Робин. «Поскольку в моем распоряжении единственная торговая точка, снабжающая вас этим товаром, я давно установил, что Мартин запойный пьяница и могу с точностью до одной бутылки сказать, чем он располагает». Он поглядел меланхолично на свой пустой стакан и добавил «Никогда не любил скупердяев». «Остановись ради Бога», — взмолился Мартин. «Если хочешь еще пива, позови Амоса». «Тише, дети», — вмешался я. «Вернемся лучше на веранду и попробуем перекричать занятых брачными играми бегемотов. Нам еще предстоит обсудить самое важное». Возвратясь на веранду, мы наполнили наши стаканы и с минуты посидели молча, слушая чудные звуки вечернего африканского леса. В воздухе мелькали изумрудно-зеленые светлячки, цикады и сверчки исполняли сложные фуги. Время от времени, со дна ущелья, к нам доносилось хрюканье, мычанье или рев бегемота. «Если я верно представляю себе вашу психологию, заблудшие нечестивые протестанты», — произнес Макгрейд, опустошая свой стакан и ставя его на стол с явной надеждой на добавку, «то под самым важным вы подразумеваете обед». «Вот именно», — дружно ответили мы с Мартином. «В таком отдаленном поселении, как Мамфе, когда пребывало высокопоставленное лицо вроде губернатора, само собой полагалось приглашать на обед всех белых жителей. «И я думаю, Мэри тут проявит себя в полном блеске», — продолжил я. «Конечно, конечно», — отозвалась Мэри. «Можете положиться на меня. Сколько блюд должно быть? Четыре? Пять?» «Не желая останавливаться на оскорбительном выпаде этого католика», — сказал Робин, — «выскажусь по существу». «Должен признаться, поскольку река сильно обмелела и пароход не пришел, у меня с запасами не густо». «Но если предвидится участие Макгрейда в этом обеде, предлагаю выделить ему тарелку сладкого картофеля. Насколько я понимаю, это основная пища большинства ирландских католиков». «Уж не хочешь ли ты сказать, что я страдаю ожирением?» — спросил Макгрейд. «Нет», — ответил Робин. «Ты страдаешь словоблудием». Я стукнул по столу бутылкой. «Призываю к порядку. Мы собрались здесь не за тем, чтобы обсуждать физические и духовные изъяны друг друга. Нам нужно разработать меню». «Ну так», — сказала Мэри. «Думаю, нам следует начать с закуски. Что-нибудь аппетитное, возбуждающее вкусовые сосочки». «Господи», — произнес Макгрейд. «Я живу здесь уже три года, и за все это время ничто не возбуждало меня и мои сосочки. Но если у нас будут канделябры и все такое прочее, то и пища должна быть соответствующая», — настаивала Мэри. «Сердце мое», — сказал Макгрейд, — «я всецело согласен с тобой. Но поскольку здесь нет продуктов, я просто не представляю себе, как ты приготовишь пять блюд, если этот ублюдок из Объединенной Африканской компании посадил свой пароход на мерь и может предложить нам разве что пару банок консервированных бобов. Чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля, я опять стукнул по столу бутылкой. Тотчас из кухни донеслось дружное «Да, сэр!» и появились новые порции пива. «Давайте остановимся на трех блюдах», — предложил я, «и пусть они будут, возможно, более простыми». «Тогда на первое», — горячо произнесла Мэри, — «подадим суфле». «Иисус не умеет готовить суфле», — возразил Мартин. «Кто?» — удивилась Мэри. «Иисус, мой повар». «Впервые слышу, что твоего повара звать Иисус», — заявил маг Грейт. «Почему ты не возвестил на весь мир, что он воскрес?» «Понимаешь, он воскрес в весьма своеобразном облике», — сообщил Робин. «Трехметрового роста африканец из племени Хаоса с глубокими племенными клеймами на щеках выглядит так, словно вот-вот отдаст концы и готовит отвратительно». «Вот-вот», — подхватил Мартин, «так что суфле не будет». «Как насчет кусочка оленины?» — выпросительно посмотрел на меня Робин. «Как бы мне не хотелось выручить Мартина», — сказал я, — «не ждите, чтобы я по случаю приезда губернатора пустил под нож моих телят Дукера». «Что вы скажете о гренках с яйцом пашот?» — спросил маг Грейт, который допивал пятую бутылку пива и с трудом соображал, какую важную тему мы обсуждаем. «Боюсь, все это недостаточно изысканно», — посчитала Мэри. «Сами знаете, губернатор любит, чтобы его обихаживали». «Вот что», — вступил я, — «вы когда-нибудь ели копченого дикобраза?» «Нет», — последовал дружный ответ. «Так вот, это дивное блюдо, если как следует приготовить. Один охотник постоянно приносит мне дикобразов на продажу, но он ловит их этими ужасными петлями из стального тросика, которые калечат животных, а потому я покупаю их и избавляю от страданий, после чего скармливаю мясо моим животным. Однако иногда я отдаю дикобразов одному старику по имени Иосиф. «Кажется, наш военный совет скоро уподобится духовному синклиту, и он коптит мясо, используя какие-то особые, неизвестные травы и дрова. Получается нечто восхитительное». «И ты, протестантская свинья», — возмутился Макгрейд, — держал это втайне от нас. «Только потому, что на всех все равно не хватит дикобразов», — парировал я. «Но как раз сегодня мне принесли двух, которые были так сильно искалечены, что пришлось пустить их под нож. Я думал скормить моим подопечным, однако, учитывая чрезвычайные обстоятельства, мог бы передать их для обработки Иосифу. И у нас будет, что положить на гренки». «Я все больше убеждаюсь», — объявил Макгрейд, «что в твоих жилах есть ирландская кровь. Идея блестящая». «Но разве можно кормить губернатора мясом дикобраза?» — ужаснулась Мэри. «Мэри, дорогая», — сказал я. «А ты не говори ему, что это дикобраз. Скажи, что это оленина. Это копчение придает мясу такой изысканный вкус, что даже губернатор не отличит его от оленины». Мартин снова заглянул в свой блокнот. «Хорошо. А что будет у нас напоследки?» «Могу я попросить тебя выражаться более литературным языком?» — спросил Робин. «А то я сразу вспоминаю Оэртинг, где мне к несчастью довелось расти. Очевидно, ты хотел сказать, что у нас будет на второе и на третье. «Пожалуйста, перестаньте критиковать Мартина», — взмолилась Мэри. «Мы собрались, чтобы помочь ему». Робин поднял стакан, салютуя ей. «Пресвятая Мэри, я преклоняюсь перед тобой по ряду причин. Но главное заключается в том, что я желал бы, прежде чем мы разойдемся, измерить глубины твоего неведения». «Да чего же вы, мужчины, глупы?» — сердито сказала Мэри. «Я думала, нам надлежит обсудить, что еще подавать на стол». «Давайте исходить из предположения, — вступил Макгрейд, — что он отдаст концы после копченого дикобраза, и никакие другие блюда не понадобятся». «Ты что?» — воскликнул Мартин, приняв его слова за чистую монету. «Такой вариант исключается». «Поминки!» — не унимался Макгрейд. «Ничто так не облегчает душу, как добрые ирландские поминки». «Ну, хватит!» — сказал я. «Помолчите и послушайте меня. Итак, мы начинаем копченым дикобразом, затем тушеное мясо с арахисовым соусом. Общий стон. «Но мы только и едим, что арахис!» — заявил Робин. «Это наша основная пища». «Да нет же!» — горячо возразил Мартин. «Я недаром купил Иисусу поварской колпак. Мясо с арахисовым соусом в чем-то похоже на ирландскую тушеную баранину с луком и картофелем. Тушите любое мясо, каким располагаете, поливаете густым соусом из дробленных земляных орехов и подаете вместе с маленькими порциями различного гарнира. Может, получится очень вкусно, а может, и так, что в рот не возьмешь». «Что ж», — заключил я, «если Иисус мастер готовить мясо с арахисом, то паис бесподобно делает гарниры. Стало быть, проблема главного блюда решена». «Но она сладкая, чем мы богаты», — осведомился Робин. Мы подумали, посмотрели друг на друга. «Придется, пожалуй, обратиться к испытанной старой палочке-выручалочке», — безнадежно молвила Мэри. «Ясно», — сказал Макгрейд, — «фруктовый салат». «Это блюдо тоже было непременной частью нашего стола». «Да, пожалуй, ничего другого не остается», — уныло протянул Робин. «Как раз сейчас поспело много чудесных фруктов», — сказала Мэри. «Постараемся придумать что-нибудь совсем особенное». «Отлично», — подвел я итог. «Значит, с этим вопросом мы разобрались». «Дальше чай и кофе на веранде, после чего постараемся, возможно, раньше уложить старую пирешницу в постель», — добавил Макгрейд. «Надеюсь», — сурово произнес Мартин, — «ты не станешь слишком напиваться и не позволишь твоей ирландской натуре проявиться во всей красе». «Это может весь вечер испортить». «Я буду образцом пристойности», — заверил Макгрейд. «Вы сможете невооруженным глазом наблюдать нимб вокруг моей головы, когда я стану рассказывать ему о всех развалившихся мостах и о дорогах, нуждающихся в ремонте». «Не смей говорить ничего такого», — забеспокоился Мартин. «Мой долг убедить его, что в нашем округе царит образцовый порядок». «Подумаешь, какой дурью мы маялись тут сегодня вечером», — меланхолично заметил Робин. «Невольно спросишь себя, и как только Англия ухитрила справить своей империей, если все англичане вели себя в таком духе?» «Тем не менее я пошел к себе готовить канделябры». Он поднялся на ноги и вышел. Однако тот же снова возник. «Кстати», — сказал он, — «у меня нет белой бабочки и фрака. Это очень важно». «Да нет», — отозвался Мартин, — «ничего страшного». «Приходи в пиджаки и при галстуке, и через каких-нибудь пять минут жара все равно заставит всех рассупониться. Главное — прийти одетым по форме». «Господи», — подумал я, — «единственный галстук, которым я успел обзавестись к тому времени, лежал в чемодане в пятистах километрах от мамфы». Впрочем, эта проблема была не такая уж сложная, и я справился с ней на следующий день. После того, как паезд принес мне утреннюю чашку чаю, и я освободил свою постель от одной белки, четырех мангустов и шимпанзенка, которые разделяли ложи со мной, как им казалось, из нежной привязанности к ним, тогда, как я просто оберегал их от простуды. «Итак, после всего этого я велел паезу сходить на базар и купить мне галстук». «Есть, сэр», — ответил он, и, отдав необходимые распоряжения и прочие обслуги, важно зашагал в город, чтобы вернуться через некоторое время с таким психоделическим галстуком, что это изделие, по моему мнению, могло произвести пагубное воздействие на органы зрения губернатора. Хотя паез уверял меня, что выбрал самый тусклый экземпляр, и я вынужден был поверить ему на слово. Надо ли говорить, что последующие два дня мы все жутко нервничали. Мак Грейт, который и так гордился своими дорогами и мостами, обнаружил, что дорожка, ведущая к дому Мартина, изобилует рытвенами. Пришлось ему мобилизовать всех заключенных местной тюрьмы, чтобы они засыпали выбоины и обновили гравийный покров, после чего жилища Мартина вполне можно было сравнить с небольшой, но весьма шикарной загородной усадьбой. Я сходил к моему знакомому старику Иосифу и уговорил его закоптить для меня двух дикобразов. Поговорил также с моим охотником, который пообещал накануне приезда губернатора сходить в лес за цветами. Робин обшарил склады объединенной африканской компании и пришел в отчаяние, не найдя ничего заслуживающего внимания. Пароход так и не смог подняться вверх по реке и негде было взять изысканные деликатесы, которые было бы не стыдно предложить губернатору. И как же он гордился, обнаружив под конец оставшаяся после его предшественника, и не весть, как вообще попавшие в наши края три баночки икры. «Не знаю даже, что из этого выйдет», заметил он, мрачно созерцая свою находку. «Эти банки пролежали здесь не меньше трех лет. Как бы нам не отравиться насмерть трупным ядом, но все-таки икра». Мэри, выяснив, что в доме Мартина нет ни одной вазы для цветов, догадалась сходить на базар и купить пять довольно изящных сосудов из тыквы-горлянки. Кроме того, она в сотрудничестве с Иисусом испытала полтора десятка разных способов приготовления суфле. Результаты были самые плачевные, и мы безжалостно забраковали их. Поскольку паис почти все время трудился у Мартина, я не сомневался, что он отлично справится со своей задачей, пусть даже и Иисус воспримет это как личное оскорбление. Вечером, накануне прибытия губернатора, мы снова устроили военный совет, чтобы проверить состояние наших дел, и убедились, что все идет как по маслу. Сырокопченые дикобразы пахли восхитительно. Мой друг-охотник принес из леса целую охапку орхидей и прочих растений. Мэри держала их у себя в уборной, в самом прохладном помещении в доме. Отважившись на эксперимент, мы открыли одну баночку с икрой и с удивлением обнаружили, что она вполне съедобна. Сверх того, Робин где-то откопал пачку мелкого печенья, которое, посчитали мы, вместе с арахисом, годилось прикуску к напиткам перед обедом. Начищенные до блеска бронзовые канделябры Робина украсили бы любую самую роскошную столовую. Я даже позавидовал ему. Нашлись у него и свечи, причем в таком количестве, что их, как проницательно заметил Макгрей, хватило бы для освящения всего государства города Ватикан. Мы с такой страстью занялись всеми этими приготовлениями отчасти из любви к Мартину, но в такой же мере обуреваемое чувство, какое владеет детьми перед Рождеством. Из-за всей нашей кампании, пожалуй, я один ежедневно был занят чем-то увлекательным, поскольку мог только гадать, какими еще странными повадками удивят меня мои звери. Остальные лачили весьма тусклое существование в краю с крайне неблагоприятным климатом. А потому, хотя мы делали вид, что с ужасом думаем о предстоящем визите и всячески проклинали высокого гостя, на самом деле все получали удовольствие от наших хлопот. Все, кроме Мартина, который с каждым часом выглядел все более несчастным. Когда наступил решающий день, мы все как бы случайно собрались под фруктовым деревом, откуда открывался вид на подходы к резиденции Мартина. Мы нервно толковали о поведении разных животных, о росте цен на мануфактуру, о том, как непросто строить мосты, а Мэри прочла нам длинную лекцию об искусстве приготовления пищи. При этом мы совсем не слушали друг друга, так как ждали, затаив дыхание, появления начальства. Наконец, к великому нашему облегчению, вдали показалась его большая роскошная машина и стремительно поднялась по дорожке к дому нашего друга. «Слава Богу!» — вымолвил МакГрейт. «Не зря я потрудился над дорожкой. Эти выбоины не давали мне покоя». Мы увидели, как выходит из дома Мартин, как выбирается из машины губернатор. Издали он походил на маленького жучка, вылезающего из большого черного кокона. Мартин выглядел безупречно. Вот он ввел губернатора в дом, и мы облегченно вздохнули. «Я уверена, что ему понравится авокадо», — сказала Мэри. «Представьте себе, мне пришлось перебрать 43 штуки, отбирая самые хорошие плоды». «И мои выбоины не подвели», — гордо повторил МакГрейт. «Только ирландцу по плечу такая задача». «Подожди, когда настанет очередь икры», — вступил Робин. «На мой взгляд, это будет кульминация сегодняшнего вечера». «А как насчет копченого дикобраза?» — не выдержал я. «А мои цветы», — сказала Мэри. «Послушать тебя, Робин, так можно подумать, ты один все сделал». «А что?» — отозвался Робин. «Так оно и есть. Мой ум сыграл не последнюю роль. После чего мы разошлись по домам, где нас ожидал поздний завтрак. До самого вечера мы ничем не могли помочь Мартину. Однако, зная его добросовестность, не сомневались, что губернатор вряд ли найдет, к чему придраться в деятельности начальника окружной администрации. Пять часов. Меня только что укусила за палец негодующая сумчатая крыса, которую я осматривал, проверяя, не беременна ли она. У самого моего локтя материализовался паис. «Сэр!» — сказал он. «Ну что там еще?» — отозвался я, облизывая кровоточащий палец. «Ванна готова, сэр! Какая к черту может быть ванна в это время дня? Я совершенно забыл, какое важное событие ждет меня». Паис удивленно посмотрел на меня. «Шесть часов? Вам надо быть в доме начальника окружной администрации, сэр!» — сказал он. «Черт возьми! Совсем из головы вылетело. Ты приготовил мне одежду?» «Да, сэр!» «Младший бой погладить ваши брюки!» «Чистая рубашка, сэр!» «Пиджак готов и галстук тоже!» «Силы небесные!» — выдохнул я, поймав себя на оплошности. «Кажется, я не привез с собой носков». «Я купить вам носки, сэр!» «На базар, сэр!» — ответил Паис. «Я почистить ваши ботинки!» Неохотно оторвавшись от своих исследований, я отправился принимать ванну в этаком парусиновом гробу, наполненном теплой водой. Несмотря на это омовение и на близость вечера, после ванны я продолжал обливаться потом, шлепнулся на стул, надеясь хотя бы немного остыть и поразмыслить о том, что мне предстояло. От ужасающей перспективы, открывшейся мысленному взору, меня бросило в дрожь. «Паис!» — крикнул я. «Сэр!» — отозвался он. «Принеси чего-нибудь выпить!» «Пиво, сэр!» «Нет!» — сказал я. «Хорошую порцию виски с водой!» Подкрепившись, я малость повеселел. Тщательно отделся. Правда, из-за жары и пота, прекрасно выистиренная жемчужно-белая рубашка почти сразу стала серой и влажной. Купленные паисом цветастые носки образовали чудовищное сочетание с галстуком. Пиджак я не стал надевать, только накинул на одно плечо, зная, что в конце подъема к дому Мартина буду выглядеть словно тюлень, поднявшийся из глубины вод. Паис сопровождал меня. «Ты уверен, что все в порядке?» — осведомился я. «Да, сэр!» — ответил он. «Но бой, наш администратор, совсем плохой бой!» «Знаю! Потому и поручил тебе заняться этим делом!» «Да, сэр! Пожалуйста, сэр!» «Иисус помешаться!» «Господи!» — подумал я. «Что там еще приключилось?» «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил я. «Он хороший человек!» — серьезно сказал Паис. «Но он старый человек, и когда нужно делать такой вещи, он помешаться!» «Ты хочешь сказать, он чего-то боится?» «Да, сэр! И ты думаешь, он может приготовить плохую еду?» «Да, сэр! И как же ты предлагаешь нам поступить?» «Я послать туда наш повар, сэр!» — сказал Паис. «Он помогать Иисусу, и тогда Иисус быть в порядке!» «Лично!» — отозвался я. «Прекрасная идея!» Паис гордо улыбнулся. С минуты мы шли молча. «Пожалуйста, сэр!» «Что тебе?» — раздраженно спросил я. «Еще я послать наш младший бой, сэр! Тот младший бой хороший, но Амос его не учить!» «Замечательно! Я предложу премьер-министру включить тебя в список кандидатов на награды по случаю Нового года!» «Спасибо, сэр!» Конечно, он ничего не понял из моей тирады, однако воспринял ее как полное одобрение решений, принятых им по собственному почину. Когда мы дошли до резиденции Мартина, Паис, облаченный в нарядную униформу с латунными пуговицами, за которую я уплатил непомерную цену, и которой ему так редко доводилось похвастаться, покинул меня и удалился в сторону кухни. Парадная дверь была открыта, и рядом с ней стоял мой младший бой с тщательно выстиранных и выглаженных шортах и жакетей, способных поспорить белизной с девственной швейцарской лыжной трассой. «Здравствуйте, сэр!» «Приветствовал он меня с лучезарной улыбкой!» «Здравствуй, Бен, и постарайся как следует поработать сегодня вечером. Не то я убью тебя завтра!» «Да, сэр!» Продолжал он улыбаться. Я обнаружил, что по причине медлительности, с которой я принимал ванну, подкреплялся в виски и облачался в совершенно неподходящую к местному климату одежду, остальные опередили меня и успели разместиться на веранде. «О!» — воскликнул Мартин, живо вставая со стула и устремляясь мне навстречу. «Я уже думал, ты не придешь!» «Дружище!» — прошептал я. «Разве мог я бросить тебя в беде?» «Позволь представить тебя!» Он подвел меня к собравшейся компании. «Мистер Федестен Хьюм, губернатор!» Мистер Федестен был мелковатый мужчина с лицом напоминающим скверно приготовленный мясной пирог, редеющий седой шевелюрой и светло-голубыми острыми глазами. Поднявшись со стула, он поздоровался со мной, и сила его рукопожатия поразила меня, потому что с первого взгляда он показался мне бесцветным субъектом из тех, что отличаются скорее политическим нюхом, чем глубокой интуицией. «А, да, Арелл!» — сказал он. «Рад познакомиться!» «Простите, сэр, за опоздание!» — ответил я. «Ничего, ничего, садитесь!» «Я уверен, что у Баглера здесь припасено для вас что-нибудь выпить, верно, Баглер?» «Да, да, сэр, конечно!» Мартин хлопнул в ладони, и с кухни донеслось дружное. «Да, сэр!» Вслед за чем, сверкая латунными пуговицами, на веранте появился паис. «Сэр!» — обратился он ко мне таким тоном, точно впервые увидел меня. «Виски с водой!» Сухо распорядился я, как это принято в обращении к слугам, полагая, что прибывший из Нигерии губернатор оценит мою верность британским обычаям. Затем я быстро обвел взглядом лица собравшихся. Мэри с широко раскрытыми глазами ловила каждое слово губернатора. Казалось, над головой ее светятся неоновые буквы. «Уповаю на повышение моего мужа!» Робин глянул на меня, подняв брови, после чего погрузился в характерное для него состояние, подобное трансу. Исполненный самодовольством маг Грейт доброжелательно улыбнулся мне. На длинной кушетке лежали в беспорядке галстуки и пиджаки, и от реки тянуло подобием прохладного ветерка. «Простите, сэр!» — обратился я к губернатору. «Вы не станете возражать, если я, по местному обычаю, сниму пиджак и галстук?» «Конечно, конечно!» — отозвался губернатор. «Забудьте об условностях. Я только что говорил Баглеру, это чисто рутинное мероприятие. Я выезжаю раз-другой в году, чтобы быть в курсе, чем тут занимаются мои парни, проследить, чтобы они не добедокурили. С великим облегчением я освободился от пиджака, от галстука всех цветов радуги и швырнул их на кушетку. Паис подал мне заказанные виски и удалился, не дожидаясь слов благодарности. В Западной Африке не было принято говорить спасибо слугам, а также звать их по имени. Вы просто хлопали в ладоши и кричали «Бой!». Мое появление временно нарушило течение беседы. Было очевидно, что первенство принадлежит губернатору, и никто не смеет проявлять инициативу. Задумчиво потягивая виски с водой, я спрашивал себя, какие общие интересы могут быть у меня с губернатором? «И дотяну ли я до конца этого вечера без ущерба для моих умственных способностей?» «Будем здоровы!» – сказал губернатор, глядя на мой стаканчик. «Ваше здоровье, сэр!» – откликнулся я. Губернатор уселся поудобнее, утвердил свой стаканчик на ручке кресла и обвел аудиторию взглядом, убеждаясь, что все внимают его речам. «Как я уже говорил тут, Даррел, перед тем, как вы появились, я чрезвычайно доволен тем, что наш баглер содержит округ в отличном порядке. Сами знаете, нам, боссам, приходится иногда выбираться из дома, чтобы удостовериться, что в округах действительно все в порядке». Сопроводив эти слова далеко не привлекательным смешком, он сделал большой глоток. «Вы страшно добры, сэр!» – сказал Мартин. И, увидев направленный на него полный страдания, умаляющий взгляд Мэри, поспешил добавить. «Но, разумеется, я не смог бы ничего добиться без помощи моего превосходного помощника. Не надо скромничать, баглер!» – возразил губернатор. «Что ни говори, от этих помощников не только польза, бывают и помехи!» «О, что вы! Заверяю вас! Стэндиш просто молодец!» – заверил Мартин и лихо взмахнул рукой, опрокидывая на колени босса миску с жареными орешками. «Виноват, сэр!» – дружно воскликнули Пайес, Амос и два младших боя, которые стояли в тени наготове, словно охотничьи псы. Окружив губернатора и приговаривая «Виноват, сэр!» – «Виноват, сэр!», они сгребли обратно в миску жирные орешки с чистых брюк губернатора и поспешно унесли на кухню. «Извините! Ради бога, извините, сэр!» – вымолвил Мартин. «Пустяки! Несчастный случай!» – сказал губернатор, созерцая пятна на своих брюках. «С кем не бывает? А вообще-то с тобой это не в первый раз, верно? Как называется то селение, где я навещал тебя?» «Верно, верно!» – поспешно перебил его Мартин. «И я страшно сожалею о том случае, но то было сплошное недоразумение. Понимаете, заверяю вас, здесь уборное в полном порядке». Макгрейт, Робин и Мэри озадаченно переглядывались. Им явно было невдомек, о чем идет речь. «Ну, ладно!» – губернатор еще раз посмотрел на жирные пятна на брюках. «Как я уже говорил, сдается мне, что Баглер отлично потрудился». Он сделал паузу, отхлебнул еще Джина. «И, конечно же, обратился он к Мэри с нарочитым поклоном. При вашей помощи и помощи вашего супруга». «Да, Баглер просто молодец!» «Дороги и мосты, судя по всему, в превосходном состоянии». Он поглядел на Макгрейта. «Спасибо, сэр!» – отозвался тот с притворной учтивостью. «И, насколько я понимаю, губернатор повернулся к Робину. «Хотя вы, снабженцы, не подчиняетесь нам, боссам, именно вам мы обязаны этой изумительной икрой. Великая редкость здесь, в Мамфе». Робин кивком поблагодарил его. «Глубоко ценю вашу высокую оценку, сэр», – сказал он, – «поскольку, как вам отлично известно, эту икру получают от неоплодотворенных осетров». «По-моему, здесь все отлично», – объявил губернатор. «По правде говоря, эта поездка – одна из самых лучших на моей памяти. Но смотрите, не перестарайтесь, как бы кто-нибудь не обиделся на вас. Ха-ха!» Мы все почтительно рассмеялись. Я внимательно следил за уровнем джина в стаканчике губернатора, ибо заранее рассчитал все с Пайесом, зная, что мы рискуем свихнуться, если такого рода беседа затянется чересчур долго. И как только босс допил последние капли, появился, блестя своими пуговицами Пайес, и доложил Мартину, «Иисус говорит, обед готов, сэр». «Ага, обед». Губернатор погладил себя по животу. «Как раз то, что нам надо. Вы согласны, моя леди?» Он игриво посмотрел на Мэри. «О, конечно!» отозвалась она, волнуясь. «Я считаю, что еда играет очень важную роль, особенно в здешнем климате». По правде говоря, заявил Робин, направляясь вместе со всеми в столовую. «Я всегда полагал, с биологической точки зрения, что еда играет важную роль в любом климате». К счастью, губернатор не слышал это его утверждение. Мартин схватил меня за плечо и лихорадочно прошептал на ухо. «Как их рассадить?» «Посади Мэри у одного конца стола, губернатора у другого». «Хорошо», — сказал он. И мне пришла в голову отличная мысль. «Господи!» — выдохнул я. «Что еще ты придумал? Не беспокойся, все в полном порядке. Просто вы все так здорово помогли мне, и я захотел хоть что-то сам придумать. Я наладила пахало, и сын Амоса на кухню будет дергать за веревочку, чтобы воздух в столовой был посвежее». «А мы явно хорошо действуем на тебя, Мартин. Глядишь, в конце концов, ты станешь мастак по части проведения приемов. Ладно, ступай, проследи, чтобы все заняли положенные места». «Беда в том, что нас нечетное число», — сказал Мартин. «Ничего. Главное — посадить Мэри у одного конца, а губернатора у другого. Остальных рассаживай так, чтобы казалось, будто нас целая куча». «Ничего не скажешь». Столовая выглядела великолепно. Стулья и стол при свечах поблескивали точно свежие каштаны. Три канделябра выстроились по центру стола, четвертый стоял на массивном буфете. Паэс славно потрудился. Приборы и фарфор сверкали. «Если губернатор не придет в восторг, — подумал я, — значит, его вообще ничем не поразишь». «Мы заняли места, и Паэс, который явно верховодил Амосом и младшим боем Иоанном, принес всем напитки». «Видит Бог», — произнес губернатор, глядя на поблескивающие канделябры, полированный стол и плавно покачивающиеся опахала. «Ты здесь не дурно устроился, Баглер, а?» «Не дом, а правительственная резиденция, а?» «Ну что вы, сэр!» — поспешно отозвался Мартин, явно испугавшись, что губернатор подозревает его в чрезмерной расточительности. «Мы совсем не каждый день обедаем вот так. Обычно едим в обстановке, которую я назвал бы походной, если это вам что-то говорит. Но сегодня особый случай». «Совершенно верно», — сказал губернатор. «Я тебя отлично понимаю». Паэс с почтительными манерами, не хуже старшего официанта какого-нибудь роскошного лондонского ресторана, подал квадратные ломтики копченого дикобраза на гренках. «Силы небесные!» — воскликнул губернатор. «Что это такое?» С языка Мартина, чьи нервы явно были на пределе, едва не сорвалась дикобраз, но Мэри опередила его. «А вот вы отведайте и попробуйте угадать», — произнесла она спокойным, безмятежным голосом. Дикобраз был, в чем я не сомневался, великолепен. Губернатор уписывал его с явным удовольствием. «Ха!» — вымолвил он, управившись со своей порцией. «Меня не проведешь, Оленина, точно?» Облегчение, написанное на лице Мартина, чуть все не испортило. Но Мэри снова пришла на выручку. «Надо же, в самую точку попали!» «Мы-то думали вам ни за что не угадать, ведь она приготовлена особым способом». «Меня такими штуками не проведешь», — приосанился губернатор. «Не забывайте, когда-то я был помощником начальника окружной администрации, ел в походной обстановке и вел самый простой образ жизни. Чего только не приходилось есть. Мясо здешних антилоп ничем не спутаешь, но должен признать, что это замечательно приготовлено». «Могу вам сообщить», — вступил я, «что мы иногда воздаем должное этому блюду». «И Мартин молодец! Он отыскал тут одного человечка, который знает специальный рецепт и умеет отлично коптить мясо. Так что в тех редких случаях, когда удается добыть оленину, Мартин любезно делится с нами, чтобы мы все могли насладиться». Пока длилась эта довольно хитрая беседа, на столе перед Мэри появилось огромное блюдо с тушеным мясом под ореховым соусом. А на всем протяжении сверкающего стола возникло два десятка тарелочек с различным гарниром. Картина была великолепная. «К сожалению, сэр, мы не смогли придумать ничего, кроме этого мяса с соусом», заявил Мартин с присущей ему склонностью извиняться авансом. «Открывая тем самым дверь для выражения недовольства в противной стороне. Но обычно мой повар превосходно готовит это блюдо». «Знаю, знаю, есть склонность чересчур налегать на него», отозвался губернатор. «Хотя, по правде говоря, считаю это блюдо очень хорошим, весьма питательным». Мэри разложила тушеное мясо с рисом по тарелкам, которые Амос и Пайес торжественно расставили перед нами. «Затем началась этакая игра в шахматы, когда мы сами стали выбирать себе гарниры». Губернатор добавил к горке мяса на своей тарелке четыре больших куска розовой папайи и удовлетворенно посмотрел на этот натюрморт. «Замечательно!» заключил он. «Просто замечательно!» Лицо Мартина мало спросветлело, так как он знал, что мой повар помогал Иисусу готовить это блюдо, а потому можно было надеяться на отличный результат. Мэри, соблюдая этикет, посмотрела на губернатора, тот важно кивнул, и она взялась за ложку и вилку. Босс следовал ее примеру, тут и мы вооружились и атаковали тарелки. А пахало над нами покачивалось, тихо поскрипывая и обдавая нас жарким дуновением. «В жизни не ел такого вкусного мяса под ореховым соусом», заметил губернатор, проглотив изрядный кусок. Сидящий напротив меня Мартин сиял. «Мартин — прекрасный организатор», сказал Макгрейт. «Это точно», подхватил Робин. «Я согласен с тобой. Боюсь, на этот раз я всех подвел». «Подвел?» спросил губернатор. «В каком смысле подвел?» «Дело в том, что мы могли бы приготовить для вас куда более роскошную трапезу. К сожалению, река сильно обмелела, и пароход с продуктами не дошел до нас. Так что бедняга Мартин сделал все, что только мог при таких обстоятельствах». «Да-да», сказала Мэри. «Мы так надеялись, что сможем предложить вам действительно хорошую трапезу». «Ерунда!» протестующий взмахнул руками губернатор. «Ерунда! Обед превосходный!» Мартин окончательно расслабился. «Скажите-ка, Даррелл», обратился ко мне губернатор. «Вы из Веролов?» «Насколько мне известно». «Да, сэр», ответил я. «Но вряд ли здесь водится много разной живности». Пока мы выпивали на веранде, я заметил, как паис тихо и незаметно снял с кресла губернатора одного богомола и одного геккона. Когда я был помощником администратора и бродил по лесу, продолжал губернатор, ни черта не видел. «О, здесь поразительно много животных! Если знать, где искать, сэр!» сказал я. «Вот на днях я прямо в саду Мартина поймал диковинный экземпляр. Здесь богатейший животный мир. Только не ленись искать!» «Удивительно!» пробурчал губернатор, заталкивая в рот очередной кусок мяса с ореховым соусом. «Никогда бы не подумал, учитывая такую близость этих мест к цивилизации, так сказать. В эту минуту послышался такой звук, будто кто-то сломал хребтину кита, сопровождаемый шумом, подобным шелесту миллионов сухих листьев под ураганным ветром, и опахала шлепнулась прямо на стол, совершенно накрыв одним концом высокого гостя. К счастью, опахала погасила свечи, так что обошлось без пожара. Однако в гуще, напоминающих балетные пачки пальмовых листьев, обосновались чрезвычайно интересные обращики местной фауны, обитающей вблизи от цивилизации. Эффект происшедшего был весьма впечатляющим. «О боже мой! Боже мой!» вскричала Мэри и вскочила на ноги, изменяя своему обычно спокойному нраву и опрокидывая свой джинн с тоником. «Почему ты не дал мне проверить его? Ублюдок несчастный!» взревел Мак Грейт. «Бывают времена, когда я начинаю сомневаться в твоих способностях, Мартин!» сурово заметил Робин. «Извините! Ради Бога извините, сэр!» взмолился Мартин, обращаясь к скрытыми под листьями боссу. «Просто не знаю, как мне оправдаться перед вами». Беднягу Мартина била дрожь. Сухие пальмовые листья снова зашуршали и показалась голова губернатора. Это можно было сравнить с тем, как африканский альбинос вылезает из своей хижины. Он открыл рот, собираясь что-то сказать, но тут глаза его остановились на громадном шоколадного цвета волосатом пауке, который ковылял к нему по опахалу. Многоликая маленькая община, не один год счастливы, без помех, населявшая опахала, уже пришла в движение. Губернатор оттолкнул свой стул назад и вскочил на ноги. Я понимал, что с точки зрения Мартина худшей катастрофы нельзя было придумать, однако жизнь научила меня не упускать ни одной благоприятной возможности. Похоже было, что сейчас мне предоставляется случай пополнить свою коллекцию кое-какими интересными образцами. «Предлагаю всем перейти в соседнее помещение», возвестил я, наблюдая, как из гущи пальмовых листьев появляется незнакомый мне представитель племени гекконов. Я наведу здесь порядок. Видимые части стола стремительно занимали негодующие жуки и прочая мелкота, причем даже самые безобидные выглядели крайне агрессивно. Мэри взяла себя в руки и грациозно удалилась на веранду, остальные последовали за ней. Слуги стояли неподвижно, пока мы еще сидели на своих местах, все равно им было бы чрезвычайно трудно убрать опахало, делая вид, что обед продолжается как положено. Никто из них не попадал прежде в такую ситуацию и даже Пайесу было не под силу справиться с ней. «Пайес!» крикнул я, чтобы вывести моего испуганного буфетчика из оцепенения. «Вступай за бутылками, банками, будем ловить добычу!» Добычей в Западной Африке называет все, что ходит, летает или ползает. Пайес схватил за шеврот Амоса и двух младших боев и исчез вместе с ними. К этому времени из опахала стали появляться другие интересные обитатели, желая выяснить, что могло нарушить их безмятежное существование. Первой на стул выскользнула молодая, крайне возмущенная зеленая мамба, одна из самых ядовитых африканских змей. Длиной около полуметра она напоминала кусок желто-зеленого каната, и по всему ее поведению было видно, как пагубно происходящее подействовало на ее настроение. Я попытался вилкой прижать мамбу к столешнице, но она высвободилась и упала на пол. Тут только я обнаружил, что не все бежали на веранду, предоставив мне устранять последствия катастрофы. Губернатор остался со мной. Зеленая мамба, верная отвратительным навыкам всех змей, при том, что в ее распоряжении была вся площадь столовой, направилась прямо к нему, а он стоял как истукан, и лицо его приобрело довольно интересный голубой оттенок. Повторная атака позволила мне крепко прижать мамбу вилкой к полу и схватить рукой позади головы. Тем временем вернулся с кухни паис, неся банки, бутылки, коробки и прочую тару. Я сунул змею в бутылку и прочно закупорил. Губернатор по-прежнему таращился на меня выпученными глазами. Следовало сказать что-нибудь, чтобы придать случившемуся вид пустячного происшествия и защитить Мартина. Что я говорил, сэр, сказал я, мило улыбаясь и извлекая из орехового соуса крупного жука, который лежал на спине, беспомощно перебирая ножками и издавая пронзительные скрипучие звуки. Тут кругом животные. Все дело в том, чтобы выяснить, где они обосновались. Он еще раз посмотрел на меня, потом заговорил, ну да, конечно, теперь вижу, и добавил, мне бы чего-нибудь выпить. Вы очень умно поступили, сэр, что не стали двигаться, сообщил я. Это почему же? Подозрительно осведомился губернатор. Понимаете, большинство людей, в такой ситуации перепугалась бы насмерть, вы же сохранили присутствие духа. Если бы не ваша замечательная выдержка, вряд ли мне удалось бы поймать эту змею. Губернатор опять подозрительно посмотрел на меня, но я сохранял самое невинное выражение лица. Ха! выдохнул он. Ладно, пошли выпьем по стаканчику. Понимаете, мне бы хотелось поймать тут еще два-три экземпляра. И хорошо, если бы Мартин вернулся и навел здесь порядок. «А я присоединюсь к вам через минуту, если не возражаете, сэр». «Конечно, конечно, я пришлю Мартина». Мартин вошел, шатаясь в столовую, словно последний уцелевший пассажир Титаника. «Господи Иисусе!» сказал он. «Вот уж не думал». «Ну вот что!» твердо произнес я. «Кончай думать! Делай, что я скажу». «Это похуже того случая суборный». «Хуже того случая быть не может». «А теперь успокойся!» Разговаривая, я продолжал вместе с Пайисом собирать обитателей опахаван. Тут были множество гекконов, восемь квакш, истеричная Соня с ее гнездом и потом три летучих мыши, парочка вспыльчивых скорпионов и несметные полчища жуков. «Что делать?» «Что делать?» отчаянно вопрошал Мартин. Повернувшись к Пайису, я по лицу его понял, что он не меньше Мартина, потрясен ужасной катастрофой. «Что величайшим трудом сдерживал неодолимое желание расхохотаться?» помогало в этом только опасение задеть чьи-нибудь чувства. «Слушай», сказал я Пайису, «вступай в дом и к массам макро-еду и найди там еду. Потом зайди в дом масса Гертона и там найди еду. Потом пойди в дом помощника администратора и там найди еду. Потом спустись в наш шатер и там найди еду. Через час, чтобы еда была здесь. Слышишь? «Слышу, сер», ответил Пайис и исчез. «Господи, меня переведут обратно в ум чичи», сказал Мартин. «Не исключено», отозвался я, хотя, судя по реакции губернатора, маловероятно. Но ему вряд ли понравилось случившееся. А кому это могло понравиться? Разве что мне? Я заполучил несколько отличных экземпляров. «Ну что мы теперь станем делать?» спросил Мартин, созерцая беспорядок на обеденном столе. Я посадил его на стол. «Я послал губернатора за тобой, заверив его, что ты сумеешь навести порядок», объяснил я. Пайис отправился за продуктами. Что он там сможет собрать, одному богу известно. Но во всяком случае, что-то мы сможем поставить на стол. «А ты пока постарайся хорошенько накачать губернатора джином». «У меня хороший запас джина», серьезно сообщил Мартин. «Ну вот, видишь», успокоительно произнес я, «проблема, почитай, решена». «Но я не вижу, как», возразил он. «Слушай, выкинь ты все из головы». «Предоставь мне действовать. Главное, держись так, будто ты контролируешь ситуацию». «О, да-да, я понимаю». «Я вызвал с кухни Анаса и Иоанна». «Уберите все со стола, отполируйте его и расставьте тарелки», распорядился я. «Да, сэр», дружно ответили они. Паэс пошел за едой. «Скажите Иисусу и моему повару, пусть приготовят новую еду». «Да, сэр, а вы постарайтесь сделать так, чтобы стол выглядел не хуже прежнего, слышите?» «Пожалуйста, сэр», сказал Амос. «Что тебе? Масса собрать весь змея оттуда?» он показал на обломке опахала. «Собрал, не бойтесь, я собрал всю добычу». «Мне бы твое умение все так здорово организовывать», вздохнул Мартин. «Послушай», ответил я, «губернатор должен думать, что ты все организовал, и когда мы теперь присоединимся к ним, держи хвост пистолетом, потрудись создать впечатление, будто я был по горло занят живностью, ты же полностью владел ситуацией. И не извиняйся каждые пять минут, мы накачаем его джином, а Пайес проследит, чтобы была приготовлена новая трапеза, об этом можешь не беспокоиться. От тебя требуется только вести себя так, словно речь идет о пустяковом происшествии, и ты не сомневаешься, что губернатор, поразмыслив, найдет в нем даже что-то забавное. Что-то забавное? Еле слышно молвил Мартин. Да, твердо произнес Ян. Ты давно служишь в министерстве по делам колоний? Начал, когда мне исполнился двадцать один год. И ты не понимаешь, что типы вроде этого надутого осла упиваются подобными историями? Думаю, тебе от случившегося будет больше пользы, чем вреда. Ты уверен? Усомнился Мартин. Сам сообрази, ответил я. А теперь пошли на веранду. Выйдя на веранду, мы обнаружили, что остальные члены нашей компании доблестно исполняли свою повинность. Мэри прочитала губернатору длинную лекцию про орхидеи и искусство аранжировки цветов. Мак Грейт прочел такой мудреный трактат о строительстве мостов и ремонте дорог, что вряд ли губернатор что-либо понял. А Робин вовремя затеял дискуссию о литературе и искусстве. Предметок, в которых высокий гость вовсе ничего не смыслил. Я оттолкнул Мартина в бок и он переосанился. «Весьма сожалею, сэр», сказал он, «надо же было такому случиться. Боюсь, мой бой не проверил крючки в потолке. Однако я все организовал и примерно через час будет готова новая трапеза. Весьма сожалею, что вам придется подождать». Он плюхнулся в кресло и вытер лицо носовым платком. Губернатор задумчиво посмотрел на него и опрокинул десятый стаканчик джина. «Я как-то не привык», едко произнес он, «чтобы во время моих служебных поездок мне на голову обрушивались опахалы». Наступила короткая, но зловещая тишина. Чувствуя, что Мартин не способен что-либо ответить, я поспешил ему на выручку. «Должен признаться, сэр, я жутко рад, что вы там оказались. Я повернулся к остальным. Вы этого, конечно, не видели, но в опахале находилась мамба, и если бы не наш гость, вряд ли мне удалось бы поймать ее». «Мамба», пропищала Мэри, «вот именно, и весьма агрессивно настроенная, поверьте мне». К счастью, наш гость сохранил присутствие духа, так что мы сумели ее поймать. «Ну-ну», заговорил губернатор, «не берусь утверждать, чтобы от меня при этом был какой-то прок». «Не надо скромничать, сэр», возразил я, «большинство людей перепугались бы насмерть, как-никак мамба считается одной из самых ядовитых африканских змей». «Мамба», повторила Мэри, «надо же, подумать столько, висела там у нас над головой, готовая атаковать». «По мне так вы оба проявили огромное мужество». «Клянусь небом», произнес Робин лестивым голосом, «лично я пустился бы на утек, словно заяц». «Я тоже», подхватил крепыш Макгрейд, который не боялся ничего на свете. «Что ж», сурово молвил губернатор, внезапно ощутив себя героем, «а ведь вы должны бы свыкнуться с ситуациями такого рода, столько бродите по здешним лесам». И он принялся не очень связно рассказывать, как однажды чуть не застрелил леопарда, и мы все облегченно вздохнули, когда из тьмы появился Пайес и доложил, что второй обед готов. Холодные бобы и консервированный лосос не самое лакомое блюдо, но они исполнили свое предназначение и под конец трапезы налакавшийся джинно-губернатор излагал нам самые невероятные истории про змей. К счастью, фруктовый салат оказался вне пределов досягаемости для Пахала. Его удалось спасти и после десерта мы все согласились, что Мэри, вложившая всю душу в его приготовление, заслужила нашу благодарность и что салат был просто превосходен. Когда мы встали из-за стола, я еще раз поблагодарил губернатора за то, как отважно он помог мне поймать маму. «Не за что, приятель!» отозвался он, небрежно взмахнув рукой. «Право не за что. Рад, что оказался вам полезен». На другой день Мартин, сколько мы не успокаивали его, был безутешен. Сказал, что губернатор весьма сухо простился с ним, что он уверен не миновать ему перевода в эту чертову дыру умчичи. Нам оставалось только направить губернатору учтивые письма благодаря его за участие в злополучном обеде. Я не примену подчеркнуть при этом, как я благодарен начальнику окружной администрации за огромное содействие в выполнении моих задач. Дескать, Мартин один из лучших и самых дельных администраторов, с какими мне доводилось иметь дело в Западной Африке. Вскоре после того пришло время перевозить моих животных к побережью, чтобы захватить пароход, идущий в Англию, и случай в Манфе изгладился из моей памяти. А спустя полгода я получил от Мартина коротенькое письмецо. Он сообщал, «Ты был совершенно прав, старина, говоря о склонности некоторых людей упиваться историями». Губернатор теперь только и делает, что рассказывает всем, как он поймал для тебя в столовой зеленую мамбу, тогда как ты стоял как пень, потеряв голову от страха. Меня повысили, в следующем месяце перебираюсь в Энугу. Нет слов, чтобы сказать, как я благодарен тебе за успешное завершение того приема. Глава пятая. Как стать ученым? Семейный врач покачал головою скорее сочувственно, чем сердито. «Стресс», повторил он, «Ты перетрудился и перенервничал. Три недели в Абботсфорде, вот что тебе нужно. Ты говоришь о психушке? Никакая это не психушка. Это весьма почтенный санаторий, специализирующийся на нервных заболеваниях». «Другими словами, психушка», сказал я. «Будто ты не понимаешь разницу», печально произнес наш семейный врач. «Так их называют в народе», ответил я. «Ты говоришь об этом размашистом сооружении готического вида по пути к Сербитону на юго-западе Лондона, напоминающий замок Дракулы в голливудском исполнении». «Совершенно верно». «Что ж, пожалуй, это не так уж и плохо», рассудительно произнес я. «Смогу наведываться в город, навещать друзей, посещать различные шоу». «Исключено», твердо перебил меня семейный врач. «Полный покой и отдых. Вот что тебе сейчас нужно». «А можно я устрою напутственную вечеринку?» взмолился я. «Напутственную? Ну, да. Приглашу избранный круг друзей, чтобы пожелали мне успеха в продвижении к палате, обитой войлоком». Семейный врач поморщился и вздохнул. «Ты ведь все равно не послушаешься, если я отвечу отрицательно», сдал сон. «Так что давай, устраивай». Маленькая вечеринка состоялась в отличном ресторане в Сохо. В разгар всего мероприятия я ощутил, как что-то стекает мне на подбородок и вытер это салфеткой с удивлением узрел пятна крови. У меня явно пошла кровь носом. Счастье, освещение и декор ресторана способствовали сокрытию маленького происшествия и обошлось без неуместных комментариев. На другой день все сложилось куда хуже. Шла предрождественская неделя, посему мне по пути в Абботсфорд понадобилось заехать на Кингсроуд, чтобы выручить игрушечного медвежонка чуть ли не в натуральную величину, важно восседающего в прозрачном пластиковом мешке и облаченного только в красивый галстук темно-бордового цвета. Я вышел из такси, сжимая в объятиях тучного медвежонка, позвонил в дверь, и тут у меня из носа хлынула кровь. Убедившись, что остановить кровотечение, освободив одну руку и держа медвежонка под мышкой, абсолютно невозможно, я зажал его между коленями. «Что ты делаешь?» осведомилась моя супруга, сидя в машине. Убедя, опять кровь носом пошла, пробурчал я сквозь окровавленный носовой платок. С зажатым между ног медвежонком, истекающей по лицу кровью, я даже на Кингс-Роуд являл собой не совсем обычное зрелище. Вокруг меня собралась небольшая толпа. «Оставь медвежонка рядом в кондитерской и попроси их передать его Питеру», прошипела жена. «Не стоять же тебе тут в таком виде». поначалу толпа молча переваривала жутковатое зрелище. Но вот к ней присоединилась еще одна любопытствующая особа. «Что тут происходит?» осведомилась она, адресуя свой вопрос всему миру. «Его укусил этот игрушечный медведь», ответил один мужчина, и толпа громко расхохоталась. Я юркнул в кондитерскую, оставил там медвежонка и подбежал, запыхавшись к такси. «Напрасно ты так носишься», заметила жена, когда машина тронулась с места. «Тебе предписан покой». «О каком покое может идти речь», огрызнулся я. «Когда бой нос кровоточит, а руки заняты огроб дым бед бежон гоб». «Откинь голову назад и расслабься», постаралась успокоить меня жена. «Расслабиться», подумал я. «Вот именно. Впереди у меня три чудесные недели, меня будут обслуживать чуткие медицинские сестры, и все решения, какие придется принимать, сведутся к пожеланиям, чего я хотела бы съесть на завтрак, и какой температурой должна быть вода в ванне. «Расслабиться», конечно же. «Полный мир и покой». Твердо настроенный отдыхать прибыл я в Абботсфот. Не успел я толком осмотреться, заметил только, что обстановка и декор моей комнаты напоминают дешевые гостиницы двадцатых годов, и что сестры весьма хорошенькие, как меня облекли, так сказать, в золотой кокон из разных снадобий, и на сутки я погрузился в сладостную спячку, лишь изредка переворачиваясь с одного бока на другой. Проснувшись бодрой и живой, как белка, я принялся обозревать окружающий меня новый мир. Пришел к выводу, что мое первое впечатление от сестер не было ошибочным. Каждая по-своему, они были очень привлекательны. Казалось, меня окружают участницы конкурса название «Мисс Вселенная». Днем дежурила мисс Лоррейн, шведская блондинка, цвет глаз которой менялся точно поверхность фьорда в солнечных лучах. Зинэя, наполовинку немка, наполовину англичанка, с оранжевыми волосами и совершенно круглыми, вечно удивленными голубыми глазами. Нелли, очаровашка из басу Толенда, отлитая из молочного шоколада с круглым носиком, напоминающим коричневую шляпку молодого белого гриба. Ночную смену составляли Брида, заботливая коротышка с волосами медового цвета, и Пимми, происхождение этого прозвища одному богу известно, без сомнения самая симпатичная из них, высокая, стройная, похожая на фею, с огромными зеленоватыми глазами, цвета весеннего горного ручья. Все сестры были молоды и жизнерадостны, напоминая своей веселостью и стремлением доставить пациентам удовольствие милых щенят. Надирали за резвушками две старшие сестры, обе француженки, с акцентом, какой был бы у Мориса Шевалье, если бы он учился в Оксфорде и несколько лет проработал на Би-Би-Си. Звали их сестра Луиза и сестра Рене. Наблюдать их французскую категоричность в поступках и слушать энергичную речь было одно удовольствие. На второй день я все еще мало сонный, отчасти по нужде, отчасти желание сменить обстановку, направился по коридору в сортир. Дойдя до цели, присел, погружаясь в глубокое раздумье, и вдруг мое внимание привлекло пятно крови на полу. Ишь ты, тупо сообразил я, как исследовала человеку, оглушенному наркотическими средствами. Кто-то порезался до крови, брился, что ли, здесь, в уборной, маловероятно. В эту минуту к первому пятну присоединилось второе, и вдруг до меня дошло, что эта кровь опять из моего носа. Пока я осмысливал этот факт, кровотечение усилилось. Прижав к лицу несколько метров туалетной бумаги, я поспешил обратно в свою комнату и нажал кнопку звонка. Кровотечение было таким сильным, что сменившее туалетную бумагу бумажное полотенце тотчас промокло насквозь. Мой сигнал бедствия возымел действие. Дверь распахнулась, и появилась шоколадка Нелли, одетая в пальто. Она явно только что сдала дежурство. Господи, выпалила Нелли, впитывая округлившимися глазами кровавое зрелище. Господи, вы истекаете кровью. Мне тоже так кажется, отозвался я. Ты не могла бы помочь мне, милая Нелли. Погодите, только не двигайтесь, распорядилась Нелли и выбежала в коридор. Вскоре она вернулась, и лицо ей выражало крайнее отчаяние. Я не могу найти их, не могу найти. Что ты не можешь найти? Ключи, ключи, простонала Нелли. Видимо, речь идет о ключах от какого-то шкафа, где хранятся кровоостанавливающиеся надобья, сказал я себе. Ничего, попытался я утешить ее. Может быть, найдется что-нибудь еще? Нет, нет, ответила Нелли, только ключи, чтобы приложить вам к спине. Ее слова сильно поколебали мою веру в будущее европейской медицины в Африке. На шум явились Лорейн и Зине. У вас идет кровь носом, удивленно заметила Зине. Ага, подтвердил я. Я не могу найти ключи, Зине, не унималась Нелли. Ты не видела их, Лорейн? Ключи? Нет, не видела, ответила Лорейн. Какие ключи? Чтобы приложить к его спине. Может, следует жечь перья перед ноздрями? Осведомилась Лорейн. Нет, нет, перья жгут от обморока, сообщила Нелли, знаток современной медицины. Как насчет того, чтобы нарисовать мелом на полу белый круг и принести в жертву черного петуха? Весело справился я. Государственная служба здравоохранения не признает таких средств. Совершенно серьезно, сказала рассудительная Зиная. В эту минуту пришли заступать на ночное дежурство Брида и Пимми. Последняя повела прожекторами своих огромных влажных глаз и мигом оценила ситуацию. Живо в постель распорядилась она. В постель и ложитесь возможно ровнее. Но я я кончайте лепетать и ложитесь. Брида ступай принеси узкий бинт и адреналин побыстрее. Я послушно лег и немедленно обнаружил что кровь которая до той поры вытекала из носа теперь потекла в обратную сторону грозя задушить меня. Я поспешил сесть. Лежать было сказано угрожающе произнесла Пимми. Пимми дорогая я не могу лежать объяснил я я захлебнусь своей собственной кровью. Пимми привычными движениями подсунула мне под голову пару подушек. Так лучше осведомилась она. Да. Вернулась Брида неся на подносе то что было велено. Моя кровать была усеяна окровавленными бумажными полотенцами. Вокруг кровати с моим телом сгрудились пять медицинских сестер. Поцелуй меня неустрашимое взмолился я протянув руки к Пимми. Бросьте дурачиться сурово сказала она и подставляйте нос чтобы я его закупорила. И она живо затолкала мне правую ноздрю около метра марли смоченной адреналином действуя так ловко и бесстрастно словно фаршировала кролика. Затем она крепко сжала мою переносицу двумя пальцами одновременно прикладывая лед к вискам. Струйки крови с водой намочили мою пижаму. Не помогла и марля кровь брызнула на простыни и наволочки. Пимми засунула мне в нос свежий кусок бинта. Кровати комнаты теперь напоминали нечто среднее между скотобойней и салоном маркиза де сада после званого вечера. Сколько не малипулировала Пимми марлей кровь не желала останавливаться. Сестры дневной смены ушли, остались только Пимми и Брида. Плохо дело. Пимми грозно нахмурилась. Придется мне позвать врача. Лежите тихо. Брида, следи за тем, чтобы он лежал тихо. С этими словами она вышла. Надеюсь, она не за доктором Грабинсом пошла, забеспокоился я. Он обаятельный человек, но как врачу, я ему не очень доверяю. Я тоже надеюсь, спокойно произнесла Брида. Почему? Тревожно осведомился я. Ну, не такой уж он хороший врач. По правде говоря, я не пригласила бы его к серьезному больному. В два счета может угробить. Вот и у меня осталось такое впечатление, признался я. Есть в нем что-то такое, из-за чего мне кажется, что он застрял на уровне коновала, заливающего культю кипящей смолой. Невежда, мрачно молвила Брида, думает, что пастеризация способ обработки лугов, где пасутся коровы, и что листер фамилия известного композитора, включился я в игру. Наверное, согласилась Брида, а Гарви фамилия изобретателя Хереса, и что ангина нехорошее женское имя. Я уж не говорю про пенициллин, продолжала Брида. Магазин, где торгуют пенобетоном? Вот именно. Когда-нибудь, однако, что собиралась изречь Брида, останется неизвестным, ибо в эту минуту в комнате вновь появилась Пимми. Поднимайтесь, распорядилась она. Доктор Граббинс велел отвезти вас в больницу в Атерлоу, там вам сделают прижигание. Господи, произнес я, то, чего я боялся. Мне затолкают в правую ноздрю раскаленную кочергу. Не говорите ерунду, сказала Пимми, подавая мне пальто. Для этого есть особая палочка. Палочка? Горящая лучина? Кажется, я пришел к вам за миром и покоем? Не будет мира и покоя, пока мы не остановим ваше кровотечение. Деловито возвестила Пимми. А теперь надевайте пальто. Я еду с вами, так предписал врач. Единственное толковое предписание, выданное им после того, как он получил диплом. Тепло откликнулся я. И как мы туда поедем? такси, коротко ответила Пимми. Машина ждет. Водитель, как мы выяснили вскоре, был ирландец, коротыш с лицом, напоминающим грецкий орех. Куда поедем? Справился он. Больница Ватерлоу, внятно произнесла Пимми. Ватерлоу, Ватерлоу, задумался водитель. Это где же будет? У Вестминстерского моста, пояснила Пимми. Ну да, конечно, конечно. Водитель хлопнул себя по лбу. Доставлю вас в два счета. Мы забрались в машину и укрылись одеялом, ибо вечер выдался очень холодный. Некоторое время ехали молча. А я то собиралась сегодня вечером вымыть голову, вдруг сообщила Пимми сукаризной. Весьма сожалею, ответил я покаянно. А, не берите в голову, успокоила меня Пимми и добавила нечто загадочное. Я могу сидеть на них. Сидеть на волосах? спросил я, полагая, что речь идет о о каком-то новом способе приводить в порядок шевелюру. Ну да, гордо возвестила Пимми. У меня длинные волосы, недавно мне предлагали за них семьдесят фунтов. Но с лысой головой вы будете выглядеть отнюдь непривлекательнее, заметил я. Я так и подумала, сказала Пимми, и снова воцарилась с тишинами. Машина остановилась перед светофором, и водитель повернулся, чтобы посмотреть на нас. Бело-голубое уличное освещение придавало не совсем обычный вид моему окровавленному лицу. Слушайте, у вас там все в порядке? тревожно осведомился водитель. Я смотрю, кровище так и хлещет. Может лучше остановиться? Чтобы вы могли прилечь, а? Я поглядел на осыпаемую крупой гололедицу на тротуаре. Нет, спасибо, пожалуй, не стоит, ответил я. Вы не пробовали запихать что-нибудь в нос? Внезапно осенило водителя. Я объяснил, что моя правая ноздря и без того уже напоминает забитый мусоропровод, и что в больнице мне сделают прижигание. Это как делали в старину? Живо заинтересовался водитель. В каком смысле? Не понял я. Ну как же? Человека подвешивали за руки, распинали и жгли. Нет, нет, это нечто совсем другое, заверил я и добавил. Надеюсь. Поднявшись по пандусу, мимо знака, на котором, как мне тогда показалось, должно быть из-за общения с ирландским шофером, было написано не для протестантов, на самом же деле значилось не для пешеходов. К входу в больницу мы живо вошли внутрь и не увидели ни накурившихся хиппи, ни пьяниц, хлебнувших метилового спирта, ни маленьких мальчиков с головой застрявшей в оловянной миске. Даже в амбулаторном отделении не было никого, кроме дежурной сестры. Она завела нас в какую-то палату и осторожно уложила меня на некое подобие операционного стола. Врач придет сию минуту, сообщила она с таким благоговением в голосе, точно провозглашала второе пришествие. Вскоре явился некий подросток в белом халате. Добрый вечер, сэр, добрый вечер. Радушно приветствовал меня, потирая руки, юный практикант. Насколько я понимаю, у вас кровотечение из носа, сэр. Если учесть, что мои борода и усы затвердели от запекшейся крови, что из правой ноздри продолжала капать кровь, и вся моя одежда была покрыта красными пятнами, я не был склонен называть его диагноз особенно блестящим и проницательным. «Да», произнес я. «Ну так», сказал врач, вооружаясь двумя хирургическими щипцами, «давайте-ка посмотрим, что там у вас происходит, сэр». Одними щипцами он расширил мою ноздрю до африканских размеров, другими извлек несколько десятков сантиметров пропитанного кровью бинта. «Так-так», глубокомысленно заметил он, заглядывая в кровоточащую полость, «похоже, сэр, у вас там есть кое-что еще». «Они затолкали мне в нос все, что попалось под руки», сообщил я. «Не удивлюсь, если в лабиринтах пазух вы обнаружите слоняющихся без дела двух дежурных и одну старшую сестру». Врач нервно усмехнулся и вытащил из моей ноздри шматок ваты. «Ага», произнес он, направив в ноздрю луч маленького осветительного прибора. «Вижу, точно. Я нашел место, откуда сочится кровь». «Понимаете, сэр, у вас там есть парочка крупных сосудов, за которыми стоит присматривать». «Спасибо, сказал я, пытаясь сообразить, как это можно присматривать за сосудом, таящимся где-то в темных закоулках моего носа. «А теперь, продолжал врач, немного кокаина для обезболивания». Вооружаясь подобием баллончика с дезодорантом, он прыснул мне в нос кокаином. «Вот так», приговаривал он. «А теперь, сестра, подайте термокаутер». «Вот так». «Не бойтесь, больно не будет, сэр». «Как ни странно, я и впрямь не почувствовал боли». «Вот так», повторил врач, выпрямляясь с видом фокусника, выполнившего сложнейший трюк. «Как, это все?» удивился я. «Да», сказал врач, «еще раз направив лучик света в мою ноздрю. Это все. Больше не должно быть никаких проблем, сэр». «Я вам чрезвычайно благодарен», молвил я, проворно освобождая операционный стол. «Мы с Пимми вышли из больницы туда, где ожидало наше такси». «Ух ты, как скоро!» восхищенно заметил водитель. «Я думал, вас продержат там час, а то и два». «Да нет, они быстро управились», сообщил я, с наслаждением глубоко, без помех, дыша носом. Машина скатилась по пандусу на улицу. «Пресвятая Дева, Матерь Божья!» воскликнула вдруг Пимми. «В чем дело?» испуганно осведомились мы с шофером. «Мы попали не в ту больницу», пролепетала Пимми. «Не в ту больницу? Как это понимать?» «Не в ту больницу?» «Но ведь вы именно эту назвали», обиженно заявил водитель. «Ничего подобного», возразила Пимми. «На стене написана больница святого Фомы, а нам надо было попасть в больницу в Ватерлоо». «Но ведь вот он мост!» водитель показал в окошко. «Вы сказали мост!» «Видите? Вот он!» Он явно полагал, что в жизни хватает проблем без таких пассажиров, которые запросто меняют местами все лондонские больницы. «Мне все равно, где мост!» настаивала Пимми. «Больница не та, это не Ватерлоо». «Это так важно?» спросил я. «Конечно, но я предупредила Ватерлоо», объяснила Пимми. «Ночные дежурные ждали нас». «Между прочим», задумчиво произнес водитель, «на слух Ватерлоо вполне можно спутать со святым Фомой, особенно когда сидишь за рулем». У меня не нашлось адекватного ответа на эту реплику. «Мы возвратились в Аббатсфорд, и пока я литр за литром поглощал теплый чай, Пимми пошла объясняться по телефону с больницей Ватерлоо». «Я сказала им, что это случилось по вашей вине», торжествующе доложила она мне. «Сказала, что вы малость помешались, что мы усадили вас в такси, и вы назвали водителю не тот адрес». «Большое спасибо», сказал я. Ночи последующий день прошли без приключений, если не считать, что один пациент пытался продать мне стоящий в холле стол якобы в стиле Людовика пятнадцатого, а другой упорно выступил азбуку Морзе по моей двери. Но это все были пустяки, и мой нос вел себя замечательно. Придя вечером на дежурство, Пимми уставилась на меня взором Васильевска. «Ну», осведомилась она, «ваш нос вас больше не беспокоил, ни капли», гордо сообщил я, и не успел договорить, как кровотечение возобновилось. «Господи, обязательно надо было ждать, когда начнется мое дежурство», спросила Пимми. «Почему было не доставить удовольствие дневной смене?» «Это все ваша красота, Пимми. При виде вас у меня поднимается давление, и сосуды не выдерживают». «Как вы говорили, из какой части Ирландии вы родом?» допытывалась Пимми, запихивая мне в нос марлю с адреналином. «Гаморра на границе Содома», незамедлительно ответил я. «Не верю я вам», сказала Пимми, «хотя трипатцевы мастер за пятерых ирландцев». Тем временем ее манипуляции с бинтами не дали никакого результата. Кровь продолжала сочиться из носа, как из неисправного крана. В конце концов Пимми сдалась и пошла звонить доктору Грабинсу. «Доктор Грабинс велел вам ехать в больницу Ватерлоо», доложила она мне. «Говорит, что постарается, чтобы на этот раз вы не ошиблись адресом». «А разве ты не поедешь?» «Нет». «Это почему же?» «Не имею понятия», ответила Пимми. «Вас отвезет шофер нашей служебной машины». Шофер служебной машины был полон решимости отвлечь внимание своего пассажира от мрачных мыслей. «Паршивая штука, носовое кровотечение», сходу начал он рассуждать. «У нас хватало этой печали, когда я играл в регби, но теперь-то я слишком стар». «Стар для кровотечения?» осведомился я. «Нет, для регби». «А вы, сэр, играете в регби?» «Нет, изо всех командных игр я признаю только одну. Это какую же, сэр?» заинтересовался водитель. Было очевидно, какую игру не назови, он будет продолжать докучать неболтовней. Во что бы это ни стало, надо было заставить его замолчать. «Секс», грубо отрезал я. Остаток пути мы ехали молча. В больнице симпатичная дежурная сестра провела меня в палату, которую можно было назвать пустой, если не считать лежащего у стены, одержимого кашлем и предсмертными судорогами, старика и семейства в составе матери, отца, дочери и сына, которые играли в монополию за столом в метрах двух от моей койки. Устраиваясь на койке, как мне было велено, я слушал в полуха их болтовню. «Ты уверена, мама, что это не больно?» спросил мальчик, энергично перемешивая кости. «Конечно, не больно, мой драгоценный», заверила мать. «Ты же слышал, что сказал врач?» «Конечно, не больно», подхватил отец. «Это же всего-навсего гланды и одиноиды, ничего серьезного». «Конечно, пустяковая операция», продолжала мать. «Ты ничего не почувствуешь». «Я покупаю пикадилли», пронзительным голосом объявила девочка. «Ты же видел это по телевизору, верно?» спросил отец. «Человек ничего не чувствует. Даже когда аборт делают». «Генри!» укоризненно воскликнула мать. «Пикадилли, пикадилли, хочу пикадилли», толдычила девочка. «Ну а потом», сказал мальчик, «потом, когда пройдет заморозка, все равно ведь будет больно». «Нет», возразил отец, «ничего подобного, тебе дадут успокаивающее». «А это что такое?» «Наркотики и все такое», успокоила его мать. «Честное слово, ничего не чувствуешь». «А сейчас давай, ходи, твоя очередь». «Бедняга», подумал я, «смертельно боится, а тут еще я весь в запекшиеся крови. Эта картина смелости ему не прибавит. Ничего, я сам поговорю еще с ним после того, как меня приведут в порядок». Тут возвратилась сестра. «Сейчас придет врач и займется вашим носом», сообщила она, задергивая занавески перед моей кроватью. «Ага», довольно заметил я, «опять будет прижигание». «Не думаю», ответила она, «доктор Вера с вами предпочитает тампонаду». «Тампонада», подумал я. Какое дивное слово. «Сродни тампонажу». «Я тампонирую, вы тампонируете, он тампонирует». «Мы тампонируем, ты тампонируешь, они тампонируют, я набиваю, вы набиваете, он набивает». Мои глагольные вариации нарушило появление доктора Вера с вами, созерцающего мир через огромные линзы из горного хрусталя. Мне понравились его руки, тонкие, как у девушки, средние пальцы чуть толще обычной сигареты, изящные руки, чем-то напоминающие бабочек, легкие, нежные, трепетные, неспособные причинить боль. Руки целителя. Доктор Вера с вами исследовал мой нос, выражая тихими вибрирующими звуками тревогу по поводу увиденного. «Придется нам тампонировать нос», произнес он, наконец улыбаясь. «Валяйте», радушно отозвался я. «Что угодно, только остановите кровь». «Сестра, будьте любезны, принесите все необходимое», распорядился врач. «И приступим». Сестра удалилась, и врач застыл в ожидании, стоя у изножья моей кровати. «Из какой части Индии вы родом?» непринужденно справился я. «Я не из Индии, я с Сейлона», ответил он. «Нет», сказал я себе, «будь осторожнее». «Чудесный край Сейлон», молвил я с жаром. «Вы хорошо его знаете?» «Как сказать?» «Мне довелось однажды провести неделю в Тринкомале». «Конечно, это вовсе не значит, что я знаю Сейлон хорошо, но полагаю, что это дивная страна». Врач заглотал наживку и принялся вещать словно рекламный путеводитель. Чудесное, побережье изобилует пальмами, песчаными пляжами, там дует свежий морской ветерок. Внутри страны водится много дичи, еще у нас есть предгорья, банановые плантации и все такое прочее. Очень богатый, очень зеленый край, много дичи, есть горы, очень высокие, очень зеленый, свежий воздух, фантастические виды, изобилие дичи. «Да, замечательно», неуверенно, произнес я. От дальнейших панигириков Цейлону меня избавило появление сестры, которая принесла необходимое снаряжение для тампонирования моего носа. «А теперь, сестра», деловито сказал врач, «попрошу вас крепко держать голову джентльмена, вот так». С этими словами он длинными острыми щипцами захватил конец бинта длиной не меньше пяти километров, потом надел себе на голову обруч с фонариком и подошел ко мне вплотную. Я спрашивал себя, почему сестра так крепко стискивает мой череп. Когда Пимми заталкивала мне марлю в нос, это было совсем не больно. Врач воткнул мне в ноздрю щипцы с марлей и заталкивал их до тех пор, пока острые концы не уперлись, как мне показалось, в основание черепа, пробив все пазухи и проложив по пути трассу жгучей боли, до того сильной, что она парализовала мои голосовые связки, и я не был в состоянии протестовать. Вытащив щипцы, врач намотал на них с полметра марли и затолкал мне в нос с решимостью дуэлянта, прочищающего шомполом ствол своего пистолета. При этом он настолько увлекся процедурой, что острые концы щипцов царапали нежную слизистую оболочку пазух. У меня было такое ощущение, будто ноздрю набили раскаленными углями. Хотя голосовые связки вернулись к норме, я по-прежнему не мог протестовать, однако по иной причине. Игроки в монополию притихли и жадно прислушивались к доносящимся через занавеску слабым звукам. Если бы я, подчиняясь голосу разума, дико заорал, пнул веросвами в пах ногой и сорвался с кровати, волоча за собой несколько метров марли, это могло бы пагубно повлиять на мальчугана, нервно ожидающего своей очереди. Оставалось только терпеть. Сестра, послушная воле веросвами, сжимала мою голову словно в тисках, сжимала так сильно, что ее большие пальцы оставили у меня над бровями круглые синяки, которые потом не проходили несколько дней. А веросвами продолжал запихивать метры марли в строптивую ноздрю. Его усердие напоминало черного дрозда, ранним утром очищающего газон от червей. Когда мне показалось, что половина бинта уже перекочевала у моей пазухи, я хрипло попросил прервать на время истязания. Вам больно? Осведанно с веросвами не столько даже с академическим интересом голоса. Сколько, как мне показалось, с удовольствием. Да, ответил я. Вся правая сторона черепа, лица и шеи болели так, словно по ним били кувалдой, а пазухи горели так, что в них, наверное, можно было поджарить яйцо. Добро должно быть с кулаками, объяснил веросвами, явно довольны тем, что ему известна эта избитая фраза. Остатки бинта три с лишним метра, как я после установил. Он решительно затолкал в ноздрю большими пальцами, которые давно перестали казаться мне нежными и хрупкими, как крылья бабочки. Мне доводилось читать, как у людей, когда от боли, когда от горя слезы брызгали из глаз, и я всегда считал это поэтической вольностью. Пришлось убедиться, что это не так. Под действием больших пальцев веросвами слезы брызнули пулями из моих зажмуренных глаз. Он еще раз для верности нажал на марлю и отступил назад с довольной улыбкой. «Ну так», сказал он, «теперь порядок». Я оторвал от подушки раскалывающиеся от боли голову и посмотрел на веросвами. «Доктор, вам никто не предлагал сменить профессию врача на ремесло чучельника?» «Нет», удивился доктор веросвами. «Я слез с кровати и стал одеваться». «Советую попробовать», сказал я. «Вы будете избавлены от жалоб пациентов». Вера с вами с тревогой следил, как я одеваюсь. «Постойте, вы куда?» спросил он. «Вам нельзя уходить?» «Еще нельзя?» «Вдруг опять начнется кровотечение и выйдет, что я зря старался». «Пойдите со своими щипцами, в какой-нибудь тихий уголок и сядьте на них», устало, предложил я. «А я поехал в Абботспорт». Найдя такси, я направился обратно в санаторий, мысленно проклиная медицинскую профессию вообще и доктора Вера с вами в частности. Мне вспомнилось, как в двадцатых годах во Франции выпускникам медучилищ выдавали дипломы действительно для стран Востока. В самой Франции практиковать им не разрешалось. Уж не месть ли Востока обратилась на меня. Еще мне вспомнилась история, вероятно вымышленная, про индийца, величайшей мечтой которого было получить звание бакалавра наук. Он год за годом сдавал экзамены и каждый раз проваливался. Доведенное до отчаяния начальство, посоветовало ему оставить тщетные попытки и заняться чем-нибудь другим. И стал индеец консультантом по вопросам, как получить звание бакалавра наук, а в подтверждении своей квалификации заказал визитные карточки, где значилось «Мистер Рам Сингх», БН, провал. «Без сомнения», сказал я себе, поглаживая ноющую голову. «Веросвами в медицинских кругах известен как Чапати Веросвами, доктор медицины, провал». В Абботсфорде меня встретила Пиме. «Ну как?» спросила она. «Все в порядке?» «Не прикасайся ко мне», ответил я. «Они подвергли меня пыткам, и теперь я один сплошной обнаженный нерв. Предложи мне эвтаназию, и я твой друг до гроба». «Постель», скомандовала Пиме, «я сейчас приду». Я устало разделся и плюхнулся на кровать. «Все что угодно, даже смерть лучше этих мучений», говорил я себе. «Кажется, меня направили в Абботсфорд, чтобы я здесь обрел мир и покой?» Возвратилась Пиме, держа в руке шприц. «Повернитесь спиной», велела она. «Морфий, предписание врача». Проворно исполнив предписанную процедуру, она озабоченно посмотрела на меня. Мое лицо являло отнюдь нерасполагающее зрелище. Правый глаз опух и наполовину закрылся. Ноздря из-за напичканной в нее марли напоминала расплющенный нос боксера. Усы и борода казались сплетенными из красных нитей с матовым отливом. Пиме глубоко вздохнула и нахмурилась. «Будь я там с вами, они услышали бы, что я о них думаю», молвила она с внезапной яростью. «Спасибо тебе за заботу», пробормотал я сонно. «Не знал, что ты так беспокоишься обо мне». Пиме резко выпрямилась. «Беспокоюсь о вас?» сердито спросила она. «Я не о вас беспокоюсь. Я думаю о том, сколько хлопот они мне прибавили. Вот что меня беспокоит. А теперь кончайте трепаться и спите». Пиме направилась к двери. «Я скоро вернусь», добавила она на ходу. «И чтобы вы к тому времени крепко спали». «Чипать севера с вами», думал я убаюканный морфием. «Доктор медицины. Провал». Пиме могла бы его кое-чему научить. Она не провал». И все так же оживленно беседуя со своим спутником исчезает в толпе праздных гулях и посетителей торговых точек. Я вздохнул. Такая прелестная девушка. И как же жестоко поступила судьба, подразнив меня этим видением, чтобы тут же разлучить с ним. Однако я ошибался. Не прошло и трех дней, как Урсула вновь возникла на моем жизненном пути, чтобы оставаться там с перерывами в следующие пять лет. Один друг пригласил меня к себе на день рождения. И входя в гостиную, я услышал похожий на флейту звонкий голос девушки из автобуса. «Я прирожденный беспутник», серьезно объясняла она высокому молодому человеку. «Страсть к путешествиям у меня в крови. Папочка говорит, что я настоящая недоседа». «С днем рождения!» поздравил я хозяина. «И за то, что я принес тебе такой драгоценный подарок, прошу представить меня тому поразительному носу». «Ты говоришь про Урсулу?» удивился он. «В самом деле хочешь познакомиться с ней?» «Превыше всего на свете», заверил я его. «Ладно, только я ни за что не отвечаю. Если она за тебя возьмется, быть тебе в сумасшедшем доме». Местная психушка уже битком набита ее приятелями. Мы подошли к девушке с восхитительным носом. «Урсула», обратился к ней мой друг, стараясь говорить безучастно, «Позволь познакомить тебя». Джерри Даррелл, Урсула Пендрагон, Уайт. Урсула обернулась, обвела меня пристальным взглядом синих очей и одарила дивной улыбкой. В анфас ее нос выглядел еще очаровательнее, чем в профиль. Я был сражен наповал. «Привет», сказала она, «Это ведь ты словешь жуковедом». «Я предпочел бы славу элегантного, симпатичного, остроумного, бесшабашного прожигателя жизни», печально ответил я. «Но если ты предпочитаешь, чтобы я был жуковедом, так тому и быть». Она рассмеялась, и смех ее был подобен звону губенчиков. «Прости, я грубо выразилась, но ведь это ты человек, который любит животных, верно?» «Да», признался я. «Тогда ты как раз тот, кто мне нужен. Я уже несколько дней спорю с Седриком, он жутко упрямый, но я уверена в своей правоте. «Собаки ведь могут предсказывать, верно?» «Ну», рассудительно произнес я, «Если битьем научить их говорить, да нет же, нет», нетерпеливо отрезала Урсула, точно разговаривала с несмышленым ребенком. «Предсказывать, понимаешь? Они видят призраков, могут предупредить тебя о близости смерти и так далее. Ты хочешь сказать, они предчувствуют?» Осторожно справился я. «Ничего подобного», отрезала Урсула. «Я подразумеваю именно то, что сказала». После того, как мы основательно обсудили благородные свойства и пророческий дар собак, я ловко перевел разговор на музыку. Мне удалось добыть билеты в концертный зал, и я подумал, что вот достойный и культурный способ завязать дружбу с Урсулой. Итак, я спросил, любит ли она музыку. «Просто обожаю». Она восторженно закатила глаза. «Если музыка, как говорят, язык любви, давай закусим». Она с улыбкой посмотрела на меня. «Ты хочешь сказать...» Неосторожно начал я. Теплый, отуманенный любовью взгляд Урсулы разом преобразился. Глаза ее подобились подернутым льдом цветкам Барвинка. «Только не объясняй мне, что я хочу сказать», взбунтовалась она. «Все мои приятели этим занимаются. Меня это приводит в бешенство. Без конца исправляют и исправляют меня. Точно я какая-нибудь контрольная работа». «Ты не дала мне договорить», мягко ответил я. Я собирался спросить, «Не хочешь ли ты сказать, что твоя любовь к музыке так велика, что ты с удовольствием примешь приглашение пойти со мной в концертный зал завтра вечером?» опа просияла Урсула. «У тебя что, и билеты есть?» «Так уж заведено, на концерты ходить с билетами», заметил я. «Ты молодец! На прошлой неделе я хотела купить билеты, но они уже были распроданы. Я буду счастлива». Когда я весьма довольный с собой собрался уходить, хозяин полюбопытствовал, как я поладил с Урсулой. — Отлично! — ответил я, окрыленный своим успехом. — Завтра она идет со мной в ресторан, оттуда на концерт. — Что? — с ужасом воскликнул хозяин. — Ревность тебе не поможет, — сказал я. — Конечно, ты достаточно мил, этакий неотесанный, скромный парень, но для успеха у такой прелестной девушки, как Урсула, тебе недостает чуточку шарма, живости ума, чего-то эдакого. — Я не могу этого допустить, — всколыхнулся он. — Несмотря на твою возмутительную занущегость, не могу в час, когда ты, мой друг, готов, очертя голову ринуться в зияющие бездны преисподней, не протянуть руку помощи, чтобы остановить тебя. — О чем ты? — спросил я с искренним интересом, настолько серьезно он говорил. — Слушай, и не говори потом, что тебя не предупреждали. Лучше всего, если бы ты позвонил ей сегодня вечером и сказал, что заболел гриппом, или тебя укусила бешеная собака, или еще что-нибудь. Однако я знаю, что ты этого не сделаешь, ты одурманен. Но ради бога послушай мой совет. Если пойдешь с ней в ресторан, ни за что не давай ей в руки меню, разве что тебе сейчас досталось по наследству несколько сот фунтов стерлингов. У нее аппетит, как у самого прожорливого удава, и она ничего не смыслит в деньгах. Что же касается концерта? Так вот, дружище, тебе неизвестно, что администрацию концертного зала бросает в дрожь при одном упоминании ее имени? Что они не один год изыскивают возможность по закону запретить ей посещать концерты? Но она заверила, что очень любит музыку, неловко произнес я. Пришлось признать, что он меня убедил. Хозяин проводил меня до дверей с учтивостью мягкосердечного палача. «Помни», — тихо сказал он, сочувственно сжимая мою руку, — «я твой друг. Звони, если я тебе понадоблюсь. Звони в любое время дня и ночи». С этими словами он решительно захлопнул дверь у меня перед носом, и я отправился домой, полный тревожных предчувствий. Однако на другой день я проснулся утром в бодром расположении духа. «Как-никак», — говорил я себе, — «Урсула, восхитительная девушка, такое очаровательное создание, просто не может вести себя так невоспитанно, как это изображал мой друг». Скорее всего, он попытался назначить ей свидание, и она с рассудительностью, равной ее красоте, отшила его. Утешив себя таким образом, я оделся особенно тщательно и отправился на вокзал встречать Урсулу. С ее слов мне было известно, что она живет в Нью-Форест и в Борнмут едет поездом, потому что, когда мне нужен наш Роллс-Ройс, папочка непременно куда-нибудь уезжает на нем. Выйдя на платформу, я стал нетерпеливо ждать прибытия поезда. Когда я в двадцатый раз поправлял свой галстук, ко мне вдруг обратилась пожилая леди, одна из столпов местной церкви, каким-то образом подружившаяся с моей матерью. Я стоял, переминаясь с ноги на ногу, и всей душой желал, чтобы старая корга поскорее испарилась, потому что, когда впервые встречаешься с девушкой, которой ты назначил свидание, меньше всего желаешь, чтобы при всем присутствовала критическая благочестивая аудитория. Однако она пристала ко мне как клещ и все еще продолжала рассказывать о последнем благотворительном базаре, когда на станции появился чуфыкая, чумазый паровоз. Нетерпеливо обводя взглядом вагоны поиска Хурсулы, я не слишком внимательно прислушивался к рассказу о том, что говорил приходской священник. И священник сказал, «Я лично, миссис Дарлинг Херст, сообщу епископу, как самоотверженно вы трудились во время сбора средств на орган. Конечно, он вовсе не обязан это делать, но он поступил как истинный христианин. Правда? О, конечно, конечно, весьма мудрый человек. И я так думаю. И я сказала ему, «Господин священник, я всего лишь скромная вдовица». Мне не пришлось узнать, какими еще секретами своей личной жизни она поделилась со священником, потому что откуда-то сзади до моих ушей донесся звонкий, радостный голос Урсулы. «Дорогой, дорогуша, я здесь!» Я развернулся кругом и сделал это как раз вовремя, потому что Урсула бросилась в мои объятия и впилась своими губами в мои салчностью шмеля, завидевшего первый в сезоне цветок клевера. Вырвавшись, наконец, из осьминожьей хватки Урсулы, я попытался найти взглядом миссис Дарлинг Херст и обнаружил, что она пятится вдоль платформы с видом пустынника, который стал вдруг свидетелем римской оргии самого дурного пошива. Я робко улыбнулся, помахал рукой, после чего схватил Урсулу за руку и повлек за собой, на ходу пытаясь стереть с губ около килограмма помады. На Урсуле было эффектное синее платье, превосходно сочетающееся с ее огромными глазами и элегантные белые замшевые перчатки. На одной руке висела на ремне необычная корзиночка, похожая на те, в которые кладут припасы, отправляясь на пикник. Должно быть, в этой таре она держала запас косметики, рассчитанный не на один год. «Дорогой», — сказала Урсула, устремив на меня восторженный взгляд. «Я предвкушаю все это. Такой чудесный день, ленчный день я с тобой, потом концерт, о, райское наслаждение!» В это время мы проходили мимо билетных касс, и несколько мужчин, уловив игриво-страстную интонацию, с которой были произнесены слова «райское наслаждение», посмотрели на меня с такой завистью, что я сразу приосанился. «Я заказал столик», — начал я. «Дорогой», — поспешно перебила меня Урсула, «мне позарез нужно в уборную, в поезде не было туалета, купи мне газету». С разных сторон на нее стремились удивленные взгляды. «Потише», — сказал я, «не надо так громко. «Зачем тебе газета?» «Зачем тебе газета?» «Там есть туалетная бумага». «Конечно, дорогой, но она слишком тонкая». «Я предпочитаю подстелить бумагу потолще», — объяснила Урсула, и голос ее разносился кругом, как звон колоколов в морозной ночи. «Подстелить?» — спросил я. «Ну да, я никогда не сажусь прямо на сиденье, потому что одна моя знакомая, посидев вот так, схватила скоробея». «Ты хочешь сказать скорлатину?» «Да нет же, нет!» — нетерпеливо возразила она. «Скоробея!» Вся так и пошла отвратительными красными пятнами. «Прошу тебя, дорогой, скорее купи мне газету. Я просто умираю!» Я исполнил просьбу Урсулы, и она направилась в женскую уборную, размахивая газетой так, словно разгоняла бактерии. «Интересно», — спросил я себя, «от кого из своих друзей могла она слышать слово скоробей? И по какому поводу?» Через несколько минут она возникла вновь с улыбкой на лице и, очевидно, без бактерий. Я затолкал ее в такси и отвез в ресторан. Мы быстро нашли свободный столик, и официант разложил перед нами огромное меню. Пометуя советы моего друга, я живо выхватил меню из рук Урсулы. «Я сам выберу для тебя блюдо», — объяснил я. «Я — гурман». «Правда?» — удивилась Урсула. «Разве ты индиец?» «При чем тут Индия?» «Ну, я думала, что они приезжают оттуда». «Кто? Гурманы?» — все больше удивлялся я. «Ну да. Разве это не те люди, которые проводят время, созерцая свой живот?» «Совсем не те. Ты подразумеваешь нечто совершенно другое. Ладно, не ломай себе голову. Лучше давай я закажу, что нам есть». Я заказал недорогой, но плотный ленч и к нему бутылку вина. Урсула тараторила без перерыва. У нее было несметное количество друзей, которых считала она, я должен был знать, и дела которых чрезвычайно ее интересовали. Судя по рассказам Урсулы, большую часть своего времени она тратила на то, чтобы перекраивать их жизнь, невзирая на их собственное мнение, на этот счет. Голос ее журчал, как ручей, и я слушал, как завороженный. «Меня страшно беспокоит Тоби», — доверительно сообщила она мне, уписывая креветки. «Честное слово беспокоит. Похоже, его гложет тайная страсть к кому-то». «Но папочка не согласен со мной. Папочка говорит, что Тоби склонен к аллогизму». «Аллогизм? Ну да. Понимаешь, он слишком много пьет». «Что ж», — сказал я себе, «пьяница и впрямь не слишком логична мыслят». «Ему следует обратиться в общество анонимных аллогистов», — ляпнул я. «Это кто же такие?» — живо заинтересовалась Урсула. «Ну, это такое тайное общество, аллогистов. Они стараются помочь друг другу избавиться от дурной привычки и стать логистами», — радостно воскликнула Урсула. «Должен сознаться, что такая мысль не пришла мне в голову». Когда нам подали котлету из филе, Урсула наклонилась над тарелкой и пристально посмотрела на меня своими синими глазищами. «Ты слышал про Сьюзан?» — прошептала она, причем шепот ее прозвучал куда явственнее, чем если бы она говорила полным голосом. «Э-э-э-нет, не слышал», — признался я. «Так вот, она забеременела, у нее должен был родиться неграмотный ребенок. Я поразмыслил над этой новостью». А ее отец, естественно, заявил, что не желает, чтобы его существование омрачало ватага неграмотных. «Еще бы», — сказал я. «Кому же захочется, чтобы его дом превратился в убежище обманутых девиц?» Вот-вот. И отец велел ей сделать абордаж. «Напасть на отца ребенка?» — спросил я. «Да нет же, дурачок. Избавиться от младенца». «Ну и как?» «Она послушалась?» «Послушалась». «Он послал ее в Лондон. Это обошлось страшно дорого, и бедняжка вернулась домой в жутком состоянии. По-моему, ее отец был неправ». К этому времени большинство других посетителей ресторана слушали нашу беседу, затаив дыхание. За кофе Урсула принялась рассказывать мне длинную и весьма замысловатую историю про одного своего друга, который попал в беду и которому она жаждала помочь. Я слушал вполуха, пока она вдруг не сказала. Как раз тогда я не могла ничего поделать, потому что мама лежала в постели с гриппом, а папочка попросил меня пораньше приготовить завтрак, потому что собирался отвезти быка к ветеринару, чтобы хлистать его. Поэтому... «Что собирался сделать твой папа?» — спросил я. «Отвезти к ветеринару быка, чтобы хлистать его. Он стал совсем буйный и опасный». Я тщетно пытался сообразить, зачем надо хлистать опасного и буйного быка. Однако у меня достало ума не расспрашивать об этом Урсулу. «Послушай», — сказал я. «Давай-ка допивай поскорее кофе. Не то мы можем опоздать на концерт». «О, конечно!» — отозвалась она. «Нам нельзя опаздывать». Урсула поспешно допила кофе, Ера считался с официантом и вывел ее из ресторана. Мы проследовали через так называемый Борнмутский увеселительный сад, мимо чахлых рододендронов и прудов, концертному залу. Когда мы взяли курс на свои места, Урсула настояла на том, чтобы нести с собой свою корзинку. «Почему бы тебе не оставить ее в гардеробе?» — спросил я. «Уж больно громоздкой казалась мне эта корзинка». «Я не доверяю гардеробам», — загадочно ответила Урсула. «Там происходят странные вещи. Чтобы не усложнять себе жизнь, я не стал выяснять, что за странные вещи происходят в гардеробах. Мы заняли свои кресла и втиснули корзинку между ногами». Постепенно зал заполнили серьезные любители музыки. И когда вышел концертмейстер, Урсула с жаром присоединилась к аплодисментам, потом наклонилась ко мне и прошептала. «Правда, дирижер очень симпатичный. Я посчитал, что сейчас не время поправлять ее». Наконец появился дирижер, и Урсула снова принялась бить в ладоши. Потом откинулась в кресле и глубоко вздохнула. Посмотрела на меня с очаровательной улыбкой. «Я предвкушаю, как это будет чудесно, дорогой». Программа концерта состояла из произведений Моцарта, моего любимого композитора. И мне быстро стало понятно, что подразумевали мои друзья, говоря о пагубном воздействии Урсулы на музыку. Стоило инструментом смолкнуть на секунду, как она тотчас принималась аплодировать. Со всех сторон на нас шикали, и я быстро наловчился вовремя хватать ее за руки. Каждый раз она обращала на меня страдальческий взгляд и шептала. «Прости, дорогой, я думала, он уже закончил». Кажется, после четвертого номера программы я почувствовал, что корзинка шевелится. Подумал сперва, что ошибся, но придавив ее ногой, убедился, что там происходит какое-то шевеление. Посмотрел на Урсулу, она сидела с закрытыми глазами, покачивая в такт музыки указательным пальцем. «Урсула?» прошептал я. «Да, дорогой», — отозвалась она, не открывая глаз. «Что у тебя там в корзине?» Она озадаченно уставилась на меня. «Ты о чем это?» «В твоей корзинке что-то шевелится». «Тссс», — донесся сзади сердитый хор. «Не может быть», — сказала Урсула. «Разве что кончилось действие таблеток». «Что у тебя в корзине?» спросил я. «Ничего особенного. Просто подарок для одного человека». Она наклонилась, подняла крышку и извлекла из корзинки крохотного мопса с огромными черными глазами. Я был потрясен. Борнмутские любители музыки Очень серьезно относились к концертам. Меньше всего на свете они желали и допускали, чтобы в священные покои вторгались собаки. «Черт возьми», — сказала Урсула, глядя на очаровательную мордочку мопса. Действие таблеток кончилось. «Слышишь, немедленно посади его обратно в корзину», — прошипел я. «С-с-с», — шикали на нас со всех сторон. Урсула наклонилась, чтобы вернуть щенка в корзину. Он широко зевнул, потом вдруг дернулся, и она выпустила его. «О-о-о», — пропищала Урсула. «Я уронила его! Уронила!» «Замолчи!» — рякнул я. Шиканье продолжалось. Я нагнулся, пытаясь нащупать щенка. Однако мопсик, явно ободренный тем, что вырвался из заточения, уже трусил мимо кресел сквозь лес из чужих ног. «Что мы теперь будем делать?» — спросила Урсула. «Вот что, ты лучше помалкивай!» — ответил я. «Заткнись и предоставь действовать мне!» Шиканье не прекращалось. Мы помолчали, я лихорадочно соображал. «Как отыскать щенка-мопса среди всех этих кресел и ног, не срывая концерт?» «Придется оставить его в покое», — заключил я. «Я поищу после концерта, когда все разойдутся». «Ты что?» — всколыхнула Урсула. «Разве можно бросить вот так этого крошку? На него могут наступить, могут его покалечить?» «Хорошо. А что ты сейчас предлагаешь мне делать?» «Тссс!» — неслось отовсюду. «Пойди отыщи его, среди этой чащи кресел и ног», — продолжал я. «Но, дорогой, ты обязан его найти? Ему так страшно, страшно одиноко». «Одиноко среди семи сотен людей в зале», — подумал я. «Ладно, сделаю вид, что мне понадобилось пойти в уборную». «Чудесная идея», — присияла Урсула. «Наверное, он как раз в ту сторону направлялся». Встав на ноги, я прошел сквозь строй негодующих лиц и произносимых полголоса проклятий. Очутившись в проходе, прямо перед собой увидел мопсика, который присел, как приседает щенята до того, как научится поднимать ножку, и по-своему декорировал красную ковровую дорожку. Осторожно подкравшись, я схватил его и поднял. При этом мопсик громко взвизгнул, заглушая бурные звуки музыки. Послышался нестройный шум. Это возмущенные меломаны повернулись в мою сторону. Щенок продолжал визжать, тогда я затолкал ее под пиджак и выбежал из зала. К счастью, в гардеробе дежурила одна моя знакомая девушка. — Привет! — сказала она. — Уже уходишь? Тебе не понравился концерт? — Нет, меня... меня вынудили обстоятельства. Я достал щенка из-под пиджака и показал ей. — Ты не присмотришь за ним для меня? — Ой, какой миленький! — воскликнула она. — Надеюсь, ты не носил его в зал? — У нас ведь строго запрещено приводить с собой собак. — Знаю, знаю. Произошло недоразумение. — Это не мой щенок, моего друга. Ты присмотришь за ним до конца концерта? — Конечно, присмотрю. Он такой миленький. — Совсем не такой уж миленький, когда попадает на концерт, — ответил я. Передав мопсика заботливые руки гардеробщицы, я возвратился в зал и тихо постоял в тени, пока не кончилось исполнение очередного номера. После чего прошел вдоль рядов курсули. — Ты принес его, милый? — осведомилась она. — Нет, я оставил его у гардеробщицы. Мы с ней знакомы. — Ты уверен, что с ним ничего не случится? В представлении Урсулы в гардеробах с щенками мопсов происходили какие-то ужасные вещи. — Все будет в полном порядке, — ответил я. — Его будут нежить и лелеять до конца концерта. Ума не приложу. Зачем тебе понадобилось приносить собаку в зал? — Но, дорогой, это подарок одному моему другу. Я, я собиралась все объяснить тебе, но ты все время говорил, говорил, не давал мне слова вставить. Я отвезу его после концерта. — Ладно, только ради бога не повторяй больше этот номер. Концертный зал не предназначен для собак. А теперь давай посидим спокойно, постараемся наслаждаться музыкой. Хорошо? — Конечно, милый, — отозвалась Урсула. Когда закончился концерт, и Урсула, как она выразилась, поаплодировала до хрипоты, мы извлекли щенка из гардероба, вернули его в корзину и покинули зал вместе с толпой любителей музыки, оживленно обсуждавших достоинства Борнмутского симфонического оркестра. — Дорогой, я так счастлива, — говорила Урсула. — Все эти архипелаги, у меня от них мурашки по спине. Никто не сравнится с Бетховеном, верно? Громко и отчетливо спросила она, вися на моей руке, точно хрупкая девственная тетушка, заглядывая мне в глаза и сжимая в одной руке программу, на которой большими буквами было написано «Концерт из произведений Моцарта». Никто, — поспешил я согласиться, — но ты собиралась рассказать про щенка. Урсула энергично постучала дверным молотком. Наконец дверь отворилась, и я увидел маленькую, хрупкую, седую старушку. — Кого я вижу? — воскликнула она. — Мисс Урсула, это ты? — Эмма, дорогая! — Урсула заключила в свои объятия эту пушинку. — Мы пришли навестить тебя. — Это Джерри. — О, входите, входите же! — пригласила старушка. — Но почему вы не предупредили меня? Я не одета как следует, и в доме ужасный беспорядок. Она провела нас в комнату, обставленную допотопной мебелью, заботливо отполированной и являющей собой образец безукоризненно дурного вкуса. С этой комнатой обращались как с дорогим музейным экспонатом. Все стояло на своих местах, все блестело и сверкало, и в воздухе слабо пахло палитурой и антисептиком. На крышке пианино, которая выглядела так, словно им никогда не пользовались, выстроились фотографии. Две из них изображали стоящего очень прямо джентльмена с пышными усами. Остальные косматую собаку — смешанные породы в самых различных позах. Большинство снимков неясные, расплывчатые. Однако было совершенно очевидно, что джентльмен играл второстепенную роль, главное — отводилась собаке. Я предположил, что это и есть Бов-Вов. — Садитесь же, садитесь, — уговаривала старушка. — Сейчас я приготовлю чай. И у меня еще есть торт. К счастью, я испекла торт на днях. Вы не откажетесь от куска торта и чашки чая? Мне в эту минуту больше всего на свете хотелось выпить несколько добрых кружек пива, но я ответила, что с удовольствием выпью чай. За чаем и куском торта, таким же легким и воздушным, как слиток свинца, Урсула говорила без умолку. Я понял, что Эмма Голайтли одно время служила в доме ее отца и явно чтила его очень высоко. Было интересно наблюдать, как бурлящая энергия Урсулы воздействует на Эмму. Когда хозяйка открыла нам дверь, лицо ее казалось серым и изможденным. Теперь же она порозовела и улыбалась, явно зараженная энтузиазмом гостьем. — Да-да, — приговаривала она, — а помнишь? — Конечно, — подхватывала Урсула. — А помнишь еще тот раз? Казалось, этому не будет конца. Право-старушка выглядела так, словно ей сделали переливание крови. Я был готов воочию убедиться, что Урсула, в свою очередь, совершенно обескровлена. В конце концов, она искусно перевела речь на Бофф-Вофф. — Понимаешь, Джерри совсем ничего не знает про Бофф-Вофф. Урсула сочувственно поглядела на Эмму. — Расскажи ему. Глаза Эммы наполнились слезами. — Такая была чудесная собака, — заговорила она. — Чудная. — Право он разве что не говорил. — Да-да. — И вот однажды я выпустила его погулять, и какой-то тип на машине задавил его. — Задавил и даже не остановился. — Не остановился. Я отвезла Бофф-Вофф к ветеринару, он был весь в крови. И я сказала ветеринару, я сказала, я заплачу, сколько скажете, только спасите его. — Понимаете, после смерти моего мужа у меня только он и остался. Такая милая собака, такая славная. Уверена, вы сразу полюбили бы его. Он был весь в крови и как будто не очень страдал. Но они сказали, что ничего не могут сделать. Сказали, лучше всего для Бофф-Вофф будет умертветь его, а ведь он был моим товарищем с тех самых пор, как умер муж. Много-много лет он жил здесь, почти двенадцать лет. — Можете себе представить, какой это был удар для меня? И когда они сказали, что другого выхода нет, я ответила. — Ладно, давайте делайте, как говорите. И они, они умертвили его. Она помолчала, энергично высморкалась. — Конечно, это был для вас страшный удар, — сказал я. — О, да-да, ужасный удар. — Это было все равно, что потерять часть моей собственной жизни. Ведь он, как и я уже сказала, был моим единственным товарищем после смерти мужа. Я не очень представлял себе, как продолжать беседу. Ведь если Эмма и дальше будет вспоминать Бофф-Вофф, это кончится рыданиями. И в этот миг, когда я совсем растерялся, Урсула рассекретила свое боевое средство. — Милая Эмма, — вступила она, — потому что ты так заботилась о Бофф-Вофф, так старалась, чтобы ему было хорошо. — Да, именно поэтому я хочу, хочу попросить тебя сделать мне великое одолжение. — Конечно, ты можешь отказаться, но мне хотелось бы, чтобы ты подумала. — Одолжение, мисс Урсула? — сказала Эмма. — Конечно, сделаю тебе одолжение. — И чего же ты хочешь? — Понимаешь? — принялась Урсула лихо сочинять. — Этот мой друг завел щеночка, и на беду у них в семье сейчас серьезное заболевание. Его жена больна, тяжело больна, а потому он не может следить за щеночком так, как тот заслуживает. И они ищут кого-нибудь, кто мог бы присмотреть за ним недельку. — Человек, который обращался бы ласково с щеночком, заботился о нем. И я сразу подумала о тебе. — Как? — сказала Эмма. — Щеночек? — Право, не знаю даже. Понимаешь, после Бофф-Вофф, ну, к другой собаке как-то сердце не лежит. — Но это всего лишь щеночек, — твердила Урсула со слезами на глазах. — Маленький, совсем крохотный щеночек, и ведь всего-то на какую-то неделю. И я уверена, что ты смогла бы замечательно заботиться о нем. — Ну, я даже не знаю, мисс Урсула, — повторила Эмма. — Я, я не хотела бы заводить другую собаку. — Но я и не прошу тебя заводить другую собаку. Прошу только присмотреть за щенком для этого несчастного человека, жена которого болеет, тяжело болеет. Он разрывается между женой и щенком. — Да-да, — подхватила Эмма. — В точности, как я, когда Билл болел. — Помню, помню, как я иной раз не знала, то ли идти гулять с Бофф-Вофф, то ли остаться дома с Биллом. Он так сильно болел. — А что это за собака, мисс Урсула? — Я покажу тебе. Урсула нагнулась и открыла корзинку. Моб скрепко спал, свернувший с калачиком утомленные культурным мероприятием на концерте. Урсула бесцеремонно схватила его за шиворот и предъявила оторопелому взору Эммы. — Посмотри, — сказала она, — посмотри на бедного крошку. — О, — произнесла Эмма, машинально повторяя за Урсулой. — Бедный крошка. Урсула сделала попытку покачать щенка на руках, и он крепко тяпнул ее за указательный палец, чем доставил мне немалое удовольствие. — Ты только посмотри на него! — дрожащим голосом твердила Урсула, с трудом удерживая вырывающегося мопсика. Маленькое глупое создание, бедняжка, который еще ничего не смыслит, вырванная из семьи, из обстановки, к которой только начал привыкать. Неужели, Эмма, ты не жалишься над ним? Чем-то вся эта сцена стала напоминать мне Джен Эйр, однако я был так восхищен искусной игрой Урсулы, что не стал вмешиваться. — Бедный сиротка! — продолжала она, селись высвободить палец из острых зубиков щенка. — Бедный сиротка нуждается в малой толике тепла, в малой толике помощи в трудную минуту. И мой друг тоже нуждается. — Что ж, должна признать, что он очень-очень милый, — сказала явно тронутая Эмма. Впрочем, вылазки с Урсулой на лоно природы тоже были чреваты некоторым риском. Я показал ей перелесок, где, как мне довелось убедиться, в то время на квадратный дециметр приходилось больше птичьих гнезд, чем где-либо еще. Охваченная горячим волнением, она заглядывала в гнездышки, заполненные до краев пухлыми горластыми птенцами или яйцами разных цветов, и восторженно ахала. Пришлось мне потом каждый день навещать этот перелесок и докладывать ей по телефону о том, что происходит в мире птиц. Две-три недели спустя я снова привел ее туда, и мы с ужасом обнаружили, что кто-то, скорее всего, группа подростков, кроме нас, побывал в перелеске и систематически разорил все гнезда. На траве лежали мертвые птенцы, яйца исчезли. Страданиям Урсулы не было предела. Горе и ярость ее вылились в безудержном рыдании, и я нескоро смог успокоить ее. Она все еще изредка всхлипывала, когда я привел ее в чистенький бар «Квадрант и Компас», одну из моих любимых пивнушек в этом районе. В этом крохотном заведении собирались по вечерам всеместные старики, этакие смуглые бетюги с похожими на грецкий орех морщинистыми лицами, с висячими усами, белыми и жесткими, как покрытые инеем трава. Одним словом, чудесные старики, и я надеялся, что знакомство с ними отвлечет Урсулу от мыслей о разоренных гнездах. А еще мне было интересно посмотреть, как завсегдатые воспримут ее появление. Первые несколько минут они сидели молча и неподвижно, крепко сжимая руками свои кружки и подозрительно поглядывая на нас. Меня они знали, но со мной в их маленьком дымном баре появилось чужеродное создание, притом весьма привлекательное и женственное. Это было светотакство. Неписанный закон запрещал женщинам ход квадрант и компас, однако Урсула об этом не подозревала, а если и подозревала, то это ее нисколько не страшило. Она напудрила нос, в рекордно короткое время опрокинула добрую стопку джина и обратила на стариков ослепительный взгляд своих нежных синих очей. И вот они уже оттаяли, даже как-то виновата посмеиваются ее репликам. Внезапно глаза ее остановились на черном столике в углу. «О!» — восторженно пропищала она. «Игра в бложки!» Старики с ужасом поглядели друг на друга. Потом все взгляды обратились на самого старого, 84-летнего патриарха, который, как мне было известно, слыл здесь чемпионом популярнейшей игры. «Нет, мисс!» — твердо произнес он. «Это шаффлборд!» — играл в монетки. «О! Научите меня играть!» — попросила Урсула, глядя на патриарха с таким обожанием, что смуглое лицо его приобрело цвет перезрелого помидора. «Да-да, Джордж! Давай научи, мисс!» — хором подхватили остальные, наслаждаясь смущенным видом своего товарища, который уподобился стушевавшемуся школьнику. Он тяжело поднялся на ноги и подошел вместе с Урсулой к столу для игры в монетки. Глядя, как он учит ее, я не в первый раз размышлял о коварстве женщин вообще и Урсулы в частности. Было совершенно очевидно, что она не только умеет играть в шаффлборд, но, скорее всего, могла бы победить Джорджа. Но смотреть, как она изображает неловкого новичка и как он гладит ее по плечу могучей заскорозлой пятерней, словно маленького щеночка, было сплошным удовольствием. Урсула ухитрилась изящно проиграть, после чего заказала всем по кружке пиво, за мой счет, разумеется, поскольку у нее не было денег. А раскрасневшиеся старики уже чуть ли не дрались из-за того, кому следующим играть с Урсулой в монетке. Вооружившись вечерней газетой, она на несколько минут исчезла в уборной, после чего вернулась принимать вызовы соперников. Джордж, вытирая покрытые пеной пышные усы, опустился на дубовую скамейку рядом со мной и закурил предложенную ему сигарету. «Прекрасная молодая женщина!» произнес он. «Превосходная молодая женщина, хотя и приезжая!» Интересно, что слово «приезжая» он употребил не в том смысле, в каком его употребляют большинство деревенских жителей Англии, когда говорят об уроженцах других областей. «Слушая своеобразную речь Урсулы, он заключил, что она приехала из материковой Европы или какой-то еще варварской страны. Я не стал его разочаровывать». «Знаешь, что об этом люди говорят?» выпросила она своим звонким голосом. Посетители, забыв о еде, дружно приготовились услышать, что последует дальше. «Я не знал, куда деваться». «Нет», — ответил я. «А что они говорят?» «Так вот», — сообщила она, весело помахивая ложкой, «сколько ни предохраняйся, все равно залетишь». «Мы допили кофе, потом прошлись по магазинам, затем состоялся обещанный ленч. «Ты скучаешь по мне, дорогой?» осведомилась Урсула, подтягивая вино. «Конечно, скучаю. Ты всегда была одной из моих самых любимых подруг». «Правда жаль, что нельзя быть замужем и иметь возлюбленного?» «А ты попробуй», — предложил я. «Нет-нет, я на это не способна, но ты ужасно милый. Забудь». «Все равно, думаю, теперь я тебе не понравилась бы», задумчиво произнесла она. Я изменилась, стала совсем неинтересной. «В самом деле?» усомнился я, глядя на полную жизнь милую женщину. «Точно», — ответила она с серьезным выражением в своих больших синих глазах. «Боюсь, теперь я стала одной из тех, кого называют мелкие божюле. Зато отменного урожая», — отозвался я, поднимая бокал. Конец записи. Читала Суханова Людмила, звукорежиссер Лоскутов Иван. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...